ПЕСНЯ ПЕСНЯ Приветствую вас в традиционном месте заседания Российского комитета рабочих на Меджигородской земле. К сравнению, после предыдущего заседания Российский комитет рабочих, рабочее движение страны, профсоюзное движение, понесло тяжелую потерю. Умер сопредседатель Российского комитета рабочих Сынков Константин Иосифович. Я прошу почтить его память вставанием. Прошу садиться. У нас ситуация сегодня сложилась такая. Константин Иосифович умер. Валентин Владимирович, сопредседатель, заболел. Значит, есть необходимость избрать вместо Константина Иосифовича нового сопредседателя. Оргкомитет предлагает избрать сопредседателем Российского комитета рабочих Горбушкина Сергея Александровича Электрика. Есть другие предложения. Значит, делегатов с решающим голосом. Прошу голосовать кто за. Против, поддержавшийся Сергея Александрович Круглев. Здравствуйте, товарищи. Для ведения семинара нужно выбрать помощника, потому что одному тяжело будет. Значит, предлагаю в помощь для ведения семинара выбрать Шилу Дмитриевича в качестве помощника. Делегаты с решающим голосом. Голосуем, кто за. Кто против, воздержавшийся единогласно, Электриевич. Начинаем Российский комитет рабочих с доклада. Простите, можно слово? Две минуты. Попробуем вопросом. Две минуты с приглашением. Со мной приехал товарищ, извините, не здравый. Но я его хорошо знаю. Он рабочий председателя Кировского завода. Я обращаюсь к уважаемому комитету рабочих. Дело в том, что он элементарно забыл справку о том, что он делегировал сюда. Поэтому ему вместо решающего голоса дали только совещать. Я прошу, в общем-то, так сказать, отойти от формальных таких вещей и выдать его, если уважаемый господин. Это вопрос дисциплины рабочей. Здесь рабочая дисциплина. Это не бюрократизм и не формальность. Завтра сегодня справку забыл, завтра на работу забыл прийти или еще что-нибудь и так далее. Ну, значит, сейчас давайте дадим слово представителю монотокомиссии. Значит, он расскажет, сколько у нас делегатов с решающим голосом, сколько делегатов с решательным голосом, сколько приглашенных, из каких городов. Здравствуйте, товарищи. Сегодня у нас зарегистрировалось, хотя есть и не зарегистрировано, просто слушатели. Ну вот с решающим голосом сегодня у нас зарегистрировано 16 человек. Там 17 человек с совещательным голосом и 13 человек приглашенных. Еще слушатели есть. Ну и консультанты, конечно. С решающим 16 человек. Все сколько? Ну, вот сегодня сейчас приглашенных 13. 30, 47 человек получается всего. Ну, тут слушатели есть еще пришли, которые не регистрировались просто. Получается. Ну вот бумажечка. Спасибо, Антон. Так, ну, вначале нам нужно проголосовать за регламент Российского комитета рабочих. Значит, предлагается регламент такой. Сегодня, 19-го числа, с 10 часов до 12 часов работает комитет, затем 10 минут перерыв, затем с 12.10 до 13.30 продолжается работа, в 13.30 у нас организованный обед, обед 1 час, затем с 14.30 до 16.00 продолжается работа, опять перерыв 10 минут, и с 16.00 до 10.00 до 18.00. На следующий день, воскресенье, 20-го числа, с 9.00 до 12.00 работа продолжается, Российского комитета рабочих. Если нет никаких предложений по регламенту, так, и по регламенту выступлений на доклады делегатов 15 минут и выступлений делегатов с решающим голосом по вопросам 7 минут. Значит, если нет никаких предложений, изменений в регламент, то предлагаю голосовать за такой регламент. Кто за? Кто против? Раздержавшийся единогласно. Значит, начинаем работу Российского комитета рабочих. У нас в повестке стоит три вопроса. Первый вопрос – это о борьбе профсоюзов за использование, повышение производительности труда для сокращения рабочего дня и обеспечения занятости. Докладчик Дмитрий Ильич Шилов. Второй вопрос у нас будет о борьбе за повышение заработной платы, достоинственности рабочей силы. Докладчик Федин и Юсупов. И третий вопрос – о профсоюзной учебе. Докладчик Горбушкин и Иванюк. Артем Сергеевич, значит, за повестку надо голосовать? На повестку, да, за повестку у нас же на прошлом акр была поделена. Ну, для первого... Ну, так, за повестку, значит, эти три вопроса у нас в повестке дня. Если нет никаких предложений, есть у вас предложения к повестке? Да, позвольте представиться. Я из Ленинграда, Тогарь, Кузнецов Владимир Алексеевич. Я хочу еще, так сказать, к нашему первому вопросу добавить еще такой подвопрос. Дело в том, что упорно бусируются наши властями службы о том, о введении четырехдневной рабочей недели. Вот я предлагаю и этот вопрос обсудить, потому что многие, в общем-то, так сказать, не могут определить, хорошо это или плохо. Все это? Да, это очень важный вопрос. И в первом вопросе у нас мы как раз об этом и будем говорить. Ну, прямо в повестке не формулируется, что мы будем это обсуждать, но предразумевается, и докладчики, и все выступающие будут об этом говорить, об этой инициативе правительства, о том, что мы здесь говорим о сокращении рабочего дня, а там это все переделывают под сокращение рабочей недели. Об этом будет в первом вопросе. Если предложений в повестку нет, то предлагаю голосовать за данную повестку. Кто за? Кто против? Раздержавшихся? Единогласно. Для первого вопроса повестки о борьбе профсоюзов за использование, повышение производительности труда для сокращения рабочего дня и обеспечения занятости приглашается Дмитрий Юрьевич Шилов. Здравствуйте, товарищи! Дмитрий Юрьевич Шилов, рабочий из Ленинграда, АО КБСМ, монтажник радиоэлектронной аппаратуры. Значит, производительность труда. Что у нас с производительностью труда в России и вообще в мире? То есть, общий закон капитализма говорит о том, что производительность труда неуклонно растет постоянно во все времена. И всегда она... Это общий закон. Вот. Но также мы понимаем, что она может расти и быстро расти, активно. То есть, есть факторы, которые ее ускоряют, а есть те, которые ее могут замедлять, этот процесс. Вот. Но вот в России, конечно, рост производительности труда не так, чтобы он сильно был, в общем-то, заметен. Поскольку рост экономики вообще по сравнению с развитыми капиталистическими странами в России идет, конечно, очень медленно. И тому есть, в общем-то, ряд причин. Вот. Ну, одна из причин таких, что российские капиталисты, они, в общем-то, не вполне, они соответствуют своему понятию капиталистов. И, в общем-то, не развивают производство. То есть, мы знаем, что производство, ну, вот тут много рабочих, все знают, в каком состоянии, в общем-то, находятся наши оборудования, станки там и средства производства, которые не обновляются годами, в общем-то, изнашиваются. И средства, которые нужно вкладывать в амортизацию, да, уходят, ну, уходят, в общем-то, в карманы, вот, капиталистов тех же. В общем, все мы об этом здесь много говорили. Вот. И огромные суммы уходят на офшорные счета. Значит, это вот первое, да, что изнашиваются фонды. И развитие, конечно, вот, в каком-то развитии, ну, говорит на изношенном оборудовании, да, росте производительности труда не приходится. Раз, присаживайся. Капиталисты стараются повысить интенсивность труда, но это совсем, да, совсем другое, совсем другая история. То есть, это, наоборот, увеличивается нагрузка на рабочий класс, который, в общем-то, и так мы, в общем, в таком положении, что, значит, переработки заставляют нас, ну, нужда, низкая зарплата заставляет нас работать больше, вот, а в итоге получать меньше. Это тоже, вот, парадокс, но это вот факт, что кто работает больше, тот получает меньше. Это уже, об этом многое тоже доказано, что снижается в итоге, значит, зарплата, может, и, ну, в этом самом, в денежном выражении, может быть, на какое-то время, да, можно почувствовать, что хватает денег, но, в итоге, вот, человек выматывается, ну, вот, значит, теряет силы, здоровье, вот, жизнь, в конце концов, отдает свою, вот, капиталисту. Ну, и, в общем, что, значит, что делать в такой ситуации, когда, значит, ну, мы понимаем, что капиталисты – это реакционный, в общем-то, класс, и ждать особых от них улучшений, да, что мы можем от них ждать? Мы видим шаги, значит, это увеличение пенсионного возраста, то есть стаж увеличивается, да, общий стаж работы, вот, значит, это, это вот шаги, да, вот, которые предпринимают государство, лице вот правительства, да, то есть это представительство буржуазии, вот, как бы выражение их воли, общей воли капиталистов, значит, ну, и ждать, да, от людей, ну, которые, значит, ухудшают положение работников, да, что в дальнейшем там будут какие-то позитивные перемены, с их сторон не приходится, вот, я думаю, народ этот понимает, ну, это уже начинает понимать. Мы люди, вот, грамотные здесь уже, вот, наука, там, нам помогает осознать это все, то есть мы это понимаем, может быть, раньше, вот, кого-то, но сейчас это становится, вот, более, более понятно всем, в общем, простым людям, рабочим, что положение, вот, правительство и, ну, капиталисты, вот, дальше выжимать все соки, соки из нас, в общем-то, и не будут они улучшать производительность труда, да, ее увеличивать, вот, и задача, задача в этом лежит, в общем, главное, главное, кто заинтересован в этом больше всего, чтобы были нормальные станки, было оборудование современное, вот, капиталисты, но и так нормально, вот, хозяева, да, в принципе, они свои доходы получают, и за счет, вот, увеличения рабочего дня можно получать, да, прибыли, вот, а можно получать прибыли за счет, значит, прибавочную стоимость, пусть они получают свое, значит, за счет модернизации, вот, и, значит, модернизации, да, за счет увеличения производительности труда, вот, хватит уже на нас это ездить, Но для этого нужна двусторонняя борьба, тут участвуют две противоположные силы, и поскольку одна сила реакционная, а другая прогрессивная, рабочий класс это прогрессивная сила, то есть рост производительности труда зависит от нашей борьбы. Получается, что если одна сторона не хочет участвовать в этом процессе, много факторов, я даже, тут времени, наверное, не хватит, чтобы все их перечислить, которые мешают им это делать. Это в том числе и банки, вот эта ставка рефинансирования, то есть создает преграду. Это международный капитал давит на них, на нас, в том числе мы-то в итоге оказываемся внизу, то есть на нас еще давит вся капиталистическая мировая машина, система. Вот только от нашей воли зависит, значит, рост производительности труда, чтобы плоды, плоды, да, вот этой научно-технического прогресса распределялись справедливо, справедливо распределялись. И тогда рабочий класс будет развиваться. А если рабочий класс будет развиваться в России, то тогда будет развиваться экономика. И так вот сегодня обстоят дела, что от борьбы от нашей за свои интересы, в частности, за сокращение рабочего дня, поскольку сокращение рабочего дня – это основной показатель, влияющий на рост производительности труда. А почему? А потому что если рабочий класс добьется сокращения рабочего дня до 6 часов, то капиталисты вынуждены будут внедрять, искать способы, пути решения своих доходов, да, сохранения своих доходов и их преувеличения путем внедрения новых технологий, средств. В общем, это прогрессивное движение, оно необходимо для экономики нашей страны, ну и, конечно, для нашего стороннего развития. Будет рабочий класс развиваться, будет, значит, и экономика у нас развиваться. Для этого есть все условия. Мы знаем, что за один час рабочий вырабатывает свою зарплату. Это, значит, движение, движение к этому, значит, ну, увеличение, сокращение рабочего дня есть. Они, в общем, реальные, и есть для этого все возможности. Нужна только воля к этому, знание, и, в общем-то, практика нужна. Теория, в принципе, мы уже достаточно владеем. Поэтому, а практика, практика такова, что необходимо участвовать в коллективных действиях. Только с забастовочной борьбой можно добиться 6-часового рабочего дня, сокращения рабочего дня до 6 часов. Вот, и, собственно, для этого есть инструмент основной. Это коллективный договор. Вот, коллективный договор, который, в принципе, основной. Это вот, как бы, наше средство, инструмент, я не знаю, способ, как бы, добиться своих интересов, реализации своих коренных интересов. Вот, это коллективный договор. Значит, я вот хотел немножко вот рассказать тоже о договоре коллективном, значит, который я вот составил на своем предприятии, ну, для своего предприятия. И за основу я взял, в общем-то, договор Кальвита, Валерия, Валентина Кальвита, да. Значит, и взял оттуда самые, как бы, вот интересные, вкусные такие вещи, в общем. И взял свой договор, своего предприятия за основу и, в общем-то, вот соединил его. И, ну, мне кажется, получилось, в общем-то, что-то прогрессивное, хорошее. Потому что наш договор, он сам по себе был, ну, неплохой. То есть, там были моменты такие, улучшающие положение по сравнению с трудовым кодексом. Ну, а вот то, что положение, значит, то есть, те пункты, которые, значит, коренным образом могут улучшить наше положение, это как раз вот такие, значит, пункты, которые, вот, я сейчас вот, ну, хочу вам представить тоже. Ну, вот, то, о чем я говорил, это переход к 30-часовой рабочей неделе. То есть, вот, увеличение свободного времени работников путем сокращения продолжительности рабочего дня в 2022 году до 7 часов, а с 2023 года до 6 часов с сохранением заработной платы высвободившееся время использовать для обучения, повышения квалификации, участия в общественных мероприятиях, ну, профсоюзных мероприятиях, что обеспечит свободное и всестороннее развитие каждого работника. Вот, вот этот пункт, конечно, является ключевым вообще вот всех улучшений, потому что здесь улучшается, значит, снижается вредность, нагрузка на работников, на рабочих в частности, вот, потому что больше всех, как бы, ну, во вредном производстве находится рабочая. Вот, появляется свободное время, опять же, для обучения. Вот, то есть, если переоборудуется производство, да, модернизируется, то, конечно, работников надо обучить. Да, и, конечно, я вот забыл сказать, что очень важно, что сохранение мест тоже. То есть, какой бы коллективный договор там не был прекрасный, да, если в нем не прописано, значит, требование, да, требование, значит, профсоюза, чтобы, значит, нельзя было увольнять работника без согласования профсоюза, ну, все это, ну, как бы, если тебя уже уволили, то какой в этом смысл в этих остальных требованиях? Вот, значит, второй пункт – это приближение заработной платы к стоимости рабочей силы посредством повышения уровня реального содержания заработной платы благодаря ежегодному повышению номинальной зарплаты на индекс инфляции плюс 10%. Вот, ну, 10% – это хорошая такая вот планка, вот, высокая планка, ну, достаточно такая высокая, и, ну, и, в принципе, вот то, что, исходя из того, что за один час мы вырабатываем свою зарплату, да, ну, это вполне реальная сумма, если на каждый год вот эта сама будет на 10% повышаться заработка, то там, ну, за 10 лет можно приблизить ее к стоимости рабочей силы, и это не будет, ну, так уж в штыке восприниматься, да, постепенно, то есть для производства резкого не будет такого, значит, перепада. Значит, повышение в полтора раза установленной трудовым кодексом минимальная оплата сверхурочных работ, работая в выходные и праздничные дни в ночное и вечернее время. Этот пункт включен для того, чтобы остановить, в общем-то, остановить вот это стремление капиталиста, значит, эксплуатировать и сверхэксплуатировать наш труд, вот, потому что сейчас ситуация такая, что люди работают зачастую с нарушениями, ну, в большинстве случаев с нарушениями норм переработок, то есть это сверх 20 часов, вот, в месяц, там, и так далее, то есть, возможно, иногда даже без коэффициентов дополнительных, вот, а и тогда и вообще без зарплаты, вот, и такие случаи сейчас нередкие, и вот у нас тут есть вот как раз представители, когда вообще не выплачивают зарплату людям, вот это, конечно, надо в первую очередь прекращать, ну, и переработки, да, то есть, если говорить о шестичасовом рабочем дне, то, ну, как бы, когда есть переработки, ну, это, и, значит, то есть, вот, да, это в первую очередь, но это, в общем-то, выходит за рамки коллективного договора, то есть, это, в принципе, статья 142, да, кажется, что это сама, она регламентирует в рамках трудового кодекса, значит, приостановить работу, значит, и приостановить до выплаты заработной платы, вот, ну, и, значит, далее, обеспечение реальных экономических гарантий полной занятости за счет создания новых высокопроизводительных рабочих мест с благоприятными условиями труда, использования роста производительности труда не для увольнения работников, а для сокращения их рабочего и увеличения свободного времени, развития системы профессиональной подготовки и переподготовки. Да, ну, в общем, вот, дальше, я, уже, наверное, время, да, надо, сейчас, значит, не... Непременное участие работников в комиссиях по СОУД, возвращение и повышение уровня доплаты компенсаций, отнятых при проведении СОУД. Шестой пункт. Расширение гарантий профсоюзной деятельности работников общества. Расширение гарантий. То есть, необходимо включать, значит, коллективные договора, пункт о согласовании у членов профсоюза, то есть, чтобы нельзя было уволить членов профсоюза без согласования с правкомом. Согласование с правсоюзом, решение работодателя, затрагивающих положение работников. Вот, то есть, согласование-то очень важно. Вот, и сохранение рабочих мест тоже. И что еще хочется сказать? Конечно же, все эти пункты навряд ли придется принимать, как бы, без борьбы их не получится принять. Поэтому коллектив, который понимает необходимость этих мер, этих улучшений своего положения, должен переходить, готовиться к забастовке, в общем-то, чтобы заключить коллективные договоры. Вот, ну, а забастовка, в общем-то, это такое дело серьезное. К нему надо готовиться, вот, и понимать очень хорошо, понимать, за что люди поднимутся. Конечно же, они не поднимутся за индексацию. Индексацию, это смешно, как бы, да, такого не будет никогда. И, ну, индексация, это не улучшение положения. Это, значит, это, ну, в лучшем случае, это возвращение, возвращение к тому плачевному, как бы, да, состоянию, в котором мы находимся. Вот, поэтому, конечно, все улучшения, они, они всегда, ну, шли на пике, как бы, классовой борьбы, на забастовках. Это, об этом говорит опыт большевиков, там, и так далее. Я сейчас нас отбросил, а сейчас, конечно, очень далеко, далеко в истории, ну, вот, если, как бы, состояние, да, нашего рабочего класса брать, что сознание его, да, ну, все, все не очень в этом плане. Хорошо, но мы знаем, что делать, и у нас еще много, много чего есть, есть силы, есть производство, вот, пока не поздно, в общем-то, надо этим заниматься. И развитие, развитие России будет, в общем-то, зависеть от, от борьбы рабочего класса, вот, к чему я хочу, вот, как-то призвать товарища, вот, бороться. Дело такое серьезное, что, вот, в общем-то, политика, там, да, начинается с экономики, вот, и концентрированное выражение экономики, это политика, да. Вот, вот, как бы, там, где-то митинговать, там, шуметь, там, да, выступать, или, там, в курилках разговаривать, это все, как бы, не то. Вот, есть, есть коллективный договор, есть план, да, то есть, о переходе к 6-часовому рабочему дню, в ходе забастовки, можно это все, все уже перейти, вот, непосредственно, как сделали большевики когда-то, к 8-часовому рабочему дню перешли явочным порядком, в общем-то, и что мешает сейчас, сейчас это сделать? Вот, мешает неорганизованность наша, пока, еще недостаточная организованность, вот, а помочь организоваться сможет российский комитет рабочих, поможет нам партия рабочего класса, вот, поможет профсоюз, поможет, значит, наша сплоченность, опыт, опыт наш, наших товарищей, которые, вот, здесь мы собираемся, можем делиться, вот. Вот, так что, дорогие товарищи, в конце хотел, наверное, сказать, что истина, да, вот, она не только, не только соответствие объекта, да, понять, ну, соответствие понятия объекта, ну, и соответствие объекта понятию, то есть, вот мы поняли, да, как выглядит наша экономика, мы осознали, в каком мы положении находимся, да, и мы понимаем, что так не должно быть, так не должно быть, это неправильно, что кто-то, значит, купается там, да, вот, в этой, в роскоши, и так далее, ну, не вкладывает, да, бог с ним, там, да, да, потому что денег море, там, да, уходит, просто, просто вал денег уходит из России, это даже трудно себе представить, ну, какие, какие это суммы, огромные суммы, вот, и хватит там, и всем хватит, там, этим капиталистам, просто, или эти, там, на куршавель, на эту, там, на все, что им там нужно, это все, это, ну, запредельные деньги, в общем, а вот то, что рабочий класс не борется, да, и в этом тоже есть сторона ответственности, да, вот в этом, наша, наша, мы только за это можем повлиять, за свою сторону, да, мы не можем сказать, там, на Биолиной, да, чтобы она убрала ставку, пусть они сами, там, капиталисты развиваются, там, разбираются, да, со своими, со своими представителями, это их дела, буржуазные дела, вот, нам нужно разбираться, на своем заводе, то есть, вот, непосредственно, да, вот, где, где проходит линия, линия борьбы, линия, вот, это, острие, атаки, вот, и нам, нам здесь надо действовать, на своем предприятии, коллективным договором, в руках, вот, и, так сказать, так мы и победим, а мы уже, мы будем давить на них, а они будут давить там дальше, на своих, пусть это самое, сами думают, как им, обустроить, свою экономику, нам надо за свои интересы бороться, вот, на, на этом, в общем-то, наверное, я и хочу закончить, пожелать всем успехов, вот, в борьбе в этой, спасибо за внимание. Спасибо, Дмитрий Ильич, за доклад, вопросы к докладчику. Ну, давайте, давайте, девушку. Вы предлагаете бороться за внедрение новой техники, заставить капитализм, за поставить движение, естественно, он просчитывает, что ему выгоднее, это внедрение новой техники или, как бы, интенсивность труда. Конечно, у него, конечно, у него уходит, его предпочтение, это повышение интенсивности труда. Техника сейчас дорогая, новая, роботы, это все, дело довольно-таки недешевое. И оценивая стоимость внедрения новых техники, повышение интенсивности труда рабочих, естественно, у него выбор за повышение интенсивности. Не вызовет ли это сбастовочное движение за повышение, за внедрение новой техники, уход предприятий из России в другие страны, где дешевле рабочая сила и естественная интенсивность труда, там можно повысить больше. То есть, не дешевле ли это обойдется? Ну, я понял, да, спасибо. Ну, как бы, я не думаю, что наши капиталисты, наши производственники, что это такие вот они, значит, империалисты, да, чтобы эксплуатировать там где-то в других странах. Гастарбайтеров любят? Ну, гастарбайтеров, знаете, все-таки производство, я считаю, нет, это не настолько, то есть, это же, чтобы построить новый завод, это надо огромное средство, да, чтобы построить это. А если они не вкладывают даже вот старое оборудование, да, вот старые средства, старые фонды, не хотят они ничего вкладывать, ну, почему вы думаете, что они будут строить завод новый, современный там какой-то, значит, эксплуатировать там, значит, я не вижу здесь никакой, значит, ну, угрозы, да, что уходит, уйдут капиталисты в какие-то страны. Там все поделено уже, весь мир поделен, вот, все, уже мы при империализме живем, в общем-то, кто пустит сейчас куда-то там, значит, российский капитал там на какие-то рынки, да. И потом вы не должны об этом думать, дорогие товарищи, я вот хотел эту мысль подчеркнуть, зачем нам думать, а вы это, как им там организовать, это, значит, эксплуатировать, да, нас, как бы, лучше эксплуатировать. Нам надо думать о своих интересах, вот, как, чтобы, да, вообще избавиться от этой эксплуатации, бы хорошо. Можно доколу выменьшить вас? Выступление делегатов, если вопросы больше нет, то потом выступление делегатов, слышащий голос. Вопросы еще. Вы сказали, что рабочие за один час получают в итоге свой зарплату. Вопрос, а все-таки о каком рабочем речь? Я, например, могу сказать, топор-юниверсал, который можно наточить, условно, за смену 100 ватт, староплатный шайд, и то, как, соответственно, станет членом программы управления, за смену, также точить таких же шайд больше двух тысяч, то есть он включил и пошел в автомате работы, и тот, и другой рабочий, они, то есть у них производитель в десятки раз различается, но и тот, и другой за час свою зарплату получает, у них зарплата не в десятки раз различается, она примерно одинаковая. Ну, понятно, но это, это средняя, средняя, усредненная, в общем, показатель. Ну, это высчитали, вот я думаю, я, это самое, давайте, я просто взял эту цифру, в общем, из широких источников, я не владею, как бы, как вы ее высчитывали, не могу вам сказать. Ухачука есть. Мы спросим, да, вот у нас тут есть, вот, товарищи, может быть, помогут нам консультанты, да, с этим вопросом разобраться. Ну, я, я не могу сказать, но, в общем-то, я, есть основания доверять, доверять этому, этим, этой информации, вот, это средний показатель. Производительность выросла в сто раз, вот и считайте. Ну, да, в сто раз, действительно, вот, за, за это самое, за сто лет выросла производительность, если раньше, то, эту, эту гайку, там, я не знаю, как ее, там, вырезали, там, сверлили, но... А сейчас штампуют их, они вылетают, в секунду, да. Вопрос, вы говорите, составили трудовой договор на своем предприятии, скажите, пожалуйста, каков результат был? Вы его представили на бородательство, представили на профсоюзном каком-то движении, его поддержали, а какое-то движение дальше пошло? Как, есть какой-то долг положительный или, может быть, негативный, с какими столкновениями? Да. Ну, в общем-то, этот коллективный договор у нас сейчас заключен до 2022, до 2021 года у нас коллективный договор заключен. Ну, поэтому, в принципе, сейчас я в этой стадии, он такой, что, ну, беседу веду с, значит, с работниками, вот. И то очень, очень, как бы, это аккуратно я делаю, то есть я сейчас пока не вылезаю, как говорится, вот, ну, на такую, ну, на широкую, как бы, да. Вот, ну, есть причины, потому я на договоре на коллективном пока, ой, на этом, на срочном договоре, вот, оформлен по срочному договору, поэтому, ну, поэтому, сами понимаете, я сейчас пока, у меня сейчас задача, значит, оформиться, значит, постоянно, да, ну, по трудовой книжке оформиться, вот, тогда я смогу уже там действовать. Ну, просто я, есть у меня небольшой круг там людей, которые, в принципе, ну, с которыми можно поговорить об этом, ну, пока так. Ну, люди вообще охотно в этом участке? Ну, здесь, как бы, у вас есть только какой-то маска, или, может быть, они все тоже на этих индивидуальных договорах, они все боятся? Нет, нет, не все, не все там на договорах, вот. Ну, вот сейчас, к сожалению, тоже такая практика, что вот уже я больше года там работаю, и вот пока мне продлевают, продлевают, еще на полгода продлели договор. И, значит, в принципе, понимание, ну, я разъясните на работу, в общем-то, я вот, ну, спрашивают, почему, а вот почему производительность труда, как это связано, при чем тут производительность труда и, значит, вот, сокращение рабочего дня, вот. Вот, я уже могу это вот людям объяснять, то есть, такие вещи, и есть отклик, да, понимание, есть, когда, когда просто ты говоришь, да, что 6 часов, ну, конечно, люди думают, что, ну, ну, это, наверное, это самое, значит, меньше получать будем, там, или что, а, одно другому не мешает, что это вот именно комплекс такой вот, за что бороться, программа, что это и включает, и это не мешает повышать зарплату, а наоборот, только, только освобождается время, и можно будет за зарплату бороться уже, а возможности такие есть, ну, предпосылки и основания есть для этого, вот, что я вот и говорил, вот это за час, что вырабатываем зарплату, то есть, какие огромные есть потенциалы для этого, вот, ну, пока вот так вот, да, ну, что я тут, тут есть, есть объективные какие-то причины, которые, вот, не позволяют, да. Давайте не будем устраивать день вопросов и ответов, вот все, что, вопросы, которые задавались, должны прозвучать в выступлениях делегатов, все эти вопросы, они прозвучат, и ответы на них тоже прозвучат, давайте посадим докладчика, вопросы будут, пусть письмо на беде подаем. Да, по традиции российского комитета рабочих, значит, все делегаты с решающим голосом, хотя бы пару слов, выступите, пожалуйста, по данному вопросу. Желательно всем с решающим голосом, да, желательно всем с решающим голосом, хотя бы пару слов, до 7 минут выступления. Здравствуйте, товарищи, зовут меня Людов Евгений Борисович, слесарь в первом автобусном парке города Ленинграда. Как правильно заметил Дмитрий Юрьевич, главная задача по повышению производительства труда лежит на нас, на рабочих. Вот как я сам с этим справился, вот есть у меня кувалда 2 килограмма, есть у меня молоток 400 грамм, и нет у меня средней кувалды, я пошел в магазин и купил ее себе сам, потому что начальника не выберешь. И теперь я делаю средний удар нормальный, моя производительность туда немножко повысилась, я немножко чуть раньше ухожу на обед. Есть у меня такой вороток, есть у меня на нем головка, я вот кручу-кручу, и всем потом уже зашло, плюнул, все, пошел, купил себе пневмоинструмент, подключил его, пам-пам-пам-пам, все, готово, пошел на обед еще пополчаса раньше. Это не стоит бояться покупать себе, мне кажется, инструмент, потому что руки у нас всего лишь две, ноги у нас всего лишь две, голова у нас одна, поэтому надо ценить эти вещи. А инструмент это так, дело приходящее. И еще посредством индивидуальной защиты. Вот дают нам перчатки такие вязаные, они все в точечку, и в масле постоянно работаешь, и все руки грязные. Берешь, покупаешь себе перчатки с двойным латексным облитием, все, на обед можно идти, руки не мыть. Опять же, раньше на 5 минут. И из этих вот 5 минут там, 5 минут здесь, полчаса там, из этого складывается как раз и увеличение производительности труда, потому что что еще, как не пораньше платить на обед, нам, рабочим, надо. Спасибо. Когда выходишь в курилку и рассказываешь об этом рабочем, они круто, пальцем вискают, говорят, ты ты дурак, что ты свои деньги покупаешь, и вот это как бы уровень, мне кажется. Надо же формата дать не покупал, потому что сами мы... Надо, да, надо, согласен, надо, конечно, надо. Выступление подразите человеческое, садитесь. Спасибо. Меня зовут Егорчик Бекден Анатольевич, я работаю с лесами. Вот на меня недавно вышел человек, рабочий, смотрел вискинских заводов, и вот по производительности труда. Вот он говорит, у них, говорит, французы, говорит, купили, говорит, ну, французские, купили большой-большой пресс. Его 5 лет устанавливали, налаживали, приезжала какая-то бригада из Венгрии, так они его и не настроили, он говорит, до сих пор не так и стоит. Вот какая производительность труда. Вот даже вот покупают новейшую бруду, не сказали, что оно будет там в три раза эффективнее работать. Ничего не могу. То есть и работодатель сам ничего не может сделать, и не наладить не могут. То есть в результате до мертвым грузом стоит, это потратили деньги, какая-то производительность труда. Потом он точно так же жалуется, что современные газ-станки покупают. Да, а работу производят на старых чешских станках. Потому что они точнее и лучше. Вот такая вот производительность, она, работодатель бы еще это делал бы все с умом, чтобы это все потом работало. А они, видимо, так даже не заинтересованы, чтобы это работало, приносило какую-то отдачу. Спасибо. Ананевич Никита, слесарь Электрикс, город Самара. Ну, я хотел сказать, что повышение производительности труда, за счет, когда ты покупаешь инструменты за свой счет, это действие в конечном счете, в интересах работодателя нашего, дорогого. Потому что ему не приходится на это тратиться, получается. То есть мы действуем не в своих интересах, а в его интересах. Поэтому необходимо включать в коллективный договор вот этот пункт о покупке перчаток, инструментов и так далее, бороться за заключение этого коллективного договора. То есть стратегически очень правильное действие. А второй момент хотел бы, вот женщина спрашивала про Дмитрия Юрьевича, про гастарбайтеров, не заменят ли они нас, гастарбайтеры. Ну, если кто-то еще не догадался, вот у нас, например, на работе есть ребята из солнечных станов разных, но в основном, в основном, все-таки их уровень образования, то есть я хочу сказать, что их русскому-то языку пока научишь, уж не говоря о каких-то более сложных действиях, столько времени пройдешь, что там, как говорят, либо шаг помрет, либо и шаг сдохнет. Ну, в нашем случае это не шаг и не и шаг, а, ну, в худшем случае, разрушение предприятий и разрушение страны, в конце концов. Вот. Поэтому вот надо продолжать бороться за заключение коллективных договоров, я хочу сказать, двигаться в этом направлении. Ну, а наостре борьбы у нас сейчас агитация рабочих. Ну, это уже другой вопрос, может быть, его поднимут тут еще. Спасибо. Кугик Антон Сергеевич, водитель грузовика. Вот я бы тоже хотел коснуться вот этого вопроса по поводу того, что не будут ли там вывозить квады капитала. Вот мне это заметно, потому что где-то два года назад вот с водителями началась такая похожая вот картина, значит, после того, как наш рубль обесценился, и вот там прибалтийские организации, вот они как бы открыли возможность нашим водителям устраиваться, значит, в них и работать там в Европе. Вот, и вот видно, вплоть, допустим, даже до скандинавских стран. Вот нам обычно о них говорят, что вот там какой-то, как будто они там при социализме живут, на самом деле мы знаем, что это страны буржуазные, значит, там экономика буржуазная, и как-то там все выглядит. Вот, допустим, приезжает какая-нибудь латвийская или эстонская транспортная компания, и она там под логистикой работает, и, допустим, берет вот наших соотечественников, сейчас с Украины, вот с России приезжают, но как это все выглядит? То есть вот это, она как бы, такая поэтапность, она, как бы сказать, везде применима. Допустим, к нам приезжают там со Средней Азии, вот туда движутся рабочие, допустим, значит, через эти транспортные компании, даже в скандинавских странах, и в этом смысле, как бы, она по всему миру так устроена, получается, вот такой принцип, значит, капитализма. И, значит, вот эти скандинавские рабочие, допустим, они также теряют свой уровень за счет того, что все равно наполняется этой, вот там, допустим, польская организация, против которую, допустим, шведы выступали там с протестными действиями профсоюзы, значит, польская организация, допустим, которая, значит, сбивает также расценки, и это касается всего, как всей экономики, то есть это не отдельное там, мы ее не можем вытянуть на нас, что как вот у нас эти капиталисты решат, они выйдут, не выйдут, они выезжают, ну вот она как выглядит, то есть она, и в чем, что я хотел сказать здесь, что, вот, если, значит, смотреть по этим лестницам, то сознательности-то мы не добиваемся, вот приезжает человек вот туда, в ту страну, допустим, от нас, и что он может делать, вот, допустим, то есть пока он акклиматизируется там, там, пока он поймет вот этот смысл, мы здесь не успеваем это понять, мы за это боремся постоянно и стараемся это донести, но в таком вот состоянии, вот в этой лестнице, и то есть смысла, получается, об этой лестнице думать, ну, нету, то есть думать, как это все туда выведется, а что если выведется, что будет, а какой смысл об этом думать, вот нам нужно думать, как, значит, вообще эту сознательность, как говорится, применять, как вот эти коллективные договора. Вот я от своей профессии хотел коснуться, вот как вот выглядит, Вот когда стоит, допустим, бюрократ-чиновник, и есть, допустим, цель, как говорится, прибыли, то есть нужно, допустим, на машине ехать, и вот в каком состоянии у нас живут, допустим, водители. Это в том числе, вот на этой разнице, допустим, я сейчас вот скажу, по, допустим, как платится заработная плата. Вот, допустим, во многих наших компаниях это сдельная заработная плата, то есть там какое-то плечо, то есть водитель участвует как бы в этих рисках, допустим, предпринимательских. Нужно, допустим, ехать, а если там какие-то непредвиденные обстоятельства, то ты их, в принципе, эти риски разделяешь, получается. Или вот другая ситуация, которая вот все-таки в европейских вот этих организациях часто используется, что есть оклад за рабочий день. И это вот более справедливая, значит, такая более, так скажем, спокойная ситуация, когда, допустим, этот оклад, он не такой низкий, что, допустим, он не ниже, если, допустим, сравнивать в среднем, допустим, за месяц, если это сдельная какая-то. Он точно не должен быть ниже какой-то, то есть у этой сдельщины не должно быть этого потенциала, постоянного какого-то выгодного такого. Вот он не ниже. Но он позволяет вот рабочему хотя бы, вот это тоже в коллективных договорах можно прописывать, и за это бороться. Он позволяет рабочему находиться в таком состоянии, в спокойном, когда он не стремится, как вот предприниматель. Потому что он вот попадает, вот, допустим, у нас попадает в унисон с вот этой частной активностью. Допустим, помимо того, что есть водители, которые работают, значит, в организациях крупных, есть такие же водители, которые имеют свой автомобиль, допустим, и они, как правило, пересекаются где-то на каких-то, допустим, заводах, где-то на погрузках, на разгрузках. И вот получается, что, значит, волю-неволю, если у рабочего, который не является мелким, мелкой буржуазией, да, по определению, значит, он как бы сталкивается с этим вот, и постоянно, вот это интенсивно, постоянно вот с истреблением. Это как выглядит? Вот машина подъехала, дверь открывает, тапки вылетели, вот он вместе с этими тапками, бумаги в зубах, и побежал, вот куда-то вот бежит, и постоянно вот это состояние вот такое у человека, вот это основание, вот сущность человека в общественных отношениях, в общественных отношениях. И вот получается, мы вот это, получаем такое основание. Вот здесь был вопрос, вот товарищ задавал, значит, как вот, пытаемся выяснить, а как вот люди себя чувствуют, вот когда, значит, в каком психологическом состоянии они находятся, когда вот этот договор они, значит, заключают, ну, когда вот они за что-то борются. Ну, какая разница, при любом, даже если нервничает человек, даже если, ну, главное, чтобы этим инструментом он пользовался, вот в чём суть. И о каждом предприятии это будет индивидуально. Если он нервничал как-то там, ну, это получилось, а единственный инструмент, всё-таки, надо признать, что другого инструмента у нас нет, это законные основания, вот такие, которые уже выверены, вот на них можно подумать, чтобы не попадаться вот в эту ситуацию, вот о которой я говорил, когда вот ты вылетаешь из кабины, тапки вылетели, там, бежишь, вот тут чиновник, и вот тут вот производительность труда, у нас же вопрос же касается, а тут вот, допустим, какая-то техника, которая, значит, значит, у тебя не было времени просто там что-то поправить, что-то, значит, подумать, как лучше, а вот просто она как есть, так и есть, вот какая есть, и всё, и ты в этом состоянии находишься, как рабочий, вот схватился, тут надо другие, тут эти мелкая буржуазия ждёт сзади, давай, давай, быстрее, быстрее, и вот что вот в этом состоянии, можно жить, что ли, ради того, чтобы, как говорится, вот даже психологически, если нас волнует, как мы будем жить, значит, вот эти формы нам помогают вот эту, значит, спокойствие установить, как вот равное самому себе постоянное беспокойство, в том смысле, что мы заранее вот так это всё измельчили, подумали и выверенно действуем, вот, используя вот этот главный инструмент, коллективный договор, вот, вот так вот, спасибо за внимание. Здравствуйте, товарищи, Максим Гордеевнин, Самара, слесарь. Мне кажется, вот сложная формулировка вопроса, она сбила немножко прицел, начинает, вопросы начинают касаться не того, что, на что мы целились, самое главное, это, результатом поднимания этого вопроса, результатом реализации должно быть улучшение наших условий, то есть нам надо заставить работодателя повысить производительность, для того, чтобы нам было лучше. Мы будем, да, мы должны это контролировать, но задача, задача в чём? Задача, чтобы был новый станок, и рабочий не так надрывался, не так напрягался, работая на старом, вот, а ему было бы легче работать. В результате меньше устает человек, лучше себя чувствует, быстрее выполняет свою норму, больше отдыхает. Сокращать рабочее время за счёт того, что человек быстрее успевает выполнить свою норму, то есть заставить работодателя пойти на эти уступки. Поменяли станок, поставили более производительный. Работодатель получил с этого плюшки, обязательно должен пойти на уступки рабочим, то есть повысить квалификацию работника, если он человек на новом станке, а начинает работать, дать ему больше перерывов, дать ему более свободное время. И вот резануло по ушам немножко вот такой подход. Был молоток, был кувалда, побежал, купил. Нет, был молоток, была кувалда, побежал по людям, собрал всех в кучку. Вот, собрал всех в кучку, сказал, давайте кому что надо, пишем коллективный договор, идём к работодателю, чтобы он нам это всё обеспечил. Ну, не обеспечил, мы не работаем. Ну, нету кувалды. Или делать так, что вот большой разбил, маленьким не делаешь. Рукам бей, нормально. Ну, нормально, не бей. Не бей, говорят. Не бей, вот сидишь, сидишь, не делаешь. Можно так делать. То есть у нас последнее время, что вот, то предприятие, на котором я работаю, рабочие начинают очень здорово огрызаться на работодателей. Там доводят предприятие до того, что да, нет запчастей, нет оборудования, нехватка персонала, потому что низкая зарплата. И рабочие начинают, простите, иногда до начальника цеха матом орать. То есть, и так как последствий никаких после этого, то люди начинают понимать, что что-то здесь как-то не такие уж они сильные, как казалось раньше. Если рабочий может сказать, я вот это делать не буду, потому что это не мое дело, и либо доплачивая деньги, либо нанимая человека, который это должен делать по штату, положено. Вот это вот новое веяние, то, что год назад еще такого не было на предприятии. Было интересно. Все, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ему у виска покрутили пальцем. А он на 15 минут работу раньше закончил. На обед пошел, покушал, соответственно, в очереди не стоял. На полчаса закончил раньше обедать. И сел читать капитал. То есть, как бы, не нужно говорить, что эта позиция абсолютно неверна. То есть, понятное дело, что работодатель, естественно, он должен нас обеспечивать инструментом. Но все-таки этот подход тоже имеет место быть. Так что, вот это тоже учтите, пожалуйста. И по поводу гастарбайтеров хотелось бы мне высказаться. Так ведь уже, уже, посмотрите вокруг. Там, где смогли, уже заместили нас. То есть, посмотрите в маршрутки, посмотрите во всякие кафешки. Там, где не нужен квалифицированный труд, там уже гастарбайтеры. Они по-русски, к сожалению, некоторые не умеют разговаривать. Это уже произошло. То есть, я не знаю. То есть, давайте не будем брать в пример гастарбайтеров. Там, не знаю, пусть китайцы будут, пусть индусы будут. Захотят, если это будет капиталисту выгодно, они это сделают. Пока что им это не выгодно. Поэтому мы, так скажем, на своих местах и работаем. Все. Спасибо. Давайте все товарищи выступят. У нас много делегатов. Надо, чтобы каждый выступил. Здравствуйте. Меня зовут Елизаров Кирилл. Я представитель НПО Пуск. Это московское предприятие, которое занимается производством электроники для военных. В новую технику сейчас ставится наша электроника. Но я не знаю, как бы, по поводу производительности труда. Я тут, скорее, с вопросами сюда приеду. Профессия монтажник. У нас вообще технологический процесс как происходит? То есть, на наших заводах заказываются корпуса для этих ноутбуков, для видеомониторов и того, что мы собираем. А все внутренности, они из Китая привозятся. И наша компания занимается вот этой отверточной сборкой именно. Вот этого всего. Естественно, производительность труда, но она, как бы, в нашей сфере, ну, с китайцами, с какими-то, мы конкурировать, я думаю, вообще никак не можем. Потому что, ну, мы просто делаем на их оборудование. Ну, на их, это, именно, элементная база вот этого. Именно сами детали. Вот, и вообще, вот, все, как бы, производство, которое у нас, это, скорее, как бы, ну, как я там шучу, да, сговор с целью, вот, отмывания денег. Потому что та продукция, которую мы продаем, она, мало того, что неконкурентно способная с продукцией, там, в других странах, вот, того же назначения. Так она и продается, там, в 5, в 10 раз дороже, чем, вот, можно найти более качественную такую продукцию, ну, в том же интернете. Вот, и тут, ну, нам хорошо, конечно, платят, там, вот, как бы, оклад у нас идет 40 тысяч рублей, плюс у нас двойная ставка сразу идет за переработки. То есть, люди, как бы, могут много получать. И тут, вот, тоже вопрос по поводу перехода к 6-часовому рабочему дню, потому что, вот, в нашем трудовом коллективе очень многие, то есть, они, ну, как бы, говорят как, ну, что я вот за 8 часов заработаю, там, 40 тысяч рублей. Я лучше, там, на 5 часов больше переработаю и, там, заработаю еще плюс, там, ну, ну, может быть, нет, там до 100 может доходить, в принципе. Вот, и люди готовы… Что? Домой не ходить. Да, то есть, люди там реально остаются очень долго, то есть, вот, у нас даже вот эти капиталисты устраивали летом такое, то, что, ну, они, наверное, вообще забыли, что людям надо спать, и они, как бы, ввели круглосуточный график, думают, а что это, мы же вам даем возможность зарабатывать. И люди там ночами работали прям, я не знаю, уже там чуть ли не в обмороке падали от такого, вот, то есть, это, конечно, вот такая ситуация. Ну, и, конечно, я понимаю, что, да, производительность труда, но если мы ее повысим, то, как бы, все равно вот эта вот эксплуатация останется, они, наверное, ну, больше, как бы, будут другими… Ну, то есть, те же методы, да, у них больше продукции будет выходить, а, ну, и зарплаты, скорее всего, будут те же, и, как бы, ну, я так вижу эту ситуацию, вот, особенно, ну, это зависит, я так понимаю, от конкретного производства, да, именно, конкретной ситуации, но вот для нас это, наверное, вот так вот. Вот, спасибо. Федя Андрея Анатольевич, город Королёв, рабочий. Я бы хотел сказать по поводу вот здесь, споры покупать, не покупать, там что-то, ну, модернизировать что-то можно, наверное, может быть, это хорошо даже. Ну, я такое проходил и не раз, как бы, хотя я лично знал, что это закончится плохо, потому что там всегда приходят к какому-то, в общем, знаменателю зарплаты. И на разных работах работал, вот, была такая работа болит, там, сборщиком работал, опять, системы безопасности, везде, где есть, всю Россию обеспечивает крупная компания. Я пришёл, я смотрю, рабочие, там, сборщики, они занимаются разметкой, то, что надо штамповать, просто стоять вот так. Я сделал оправки, но мне было, мягко говоря, неприятно на работу что-то покупать приносить, а так из рюнды какую-то сделал, какие-то железки сносили. И я эту операцию выкинул просто, я стоял и шлёпал эти коробочки, они сотни минут, я могу её замечать. Ну, люди тоже стали. Ну, они там работали, как вы говорите, сверхурочно и так далее. Я увидел, у них глаза такие, вот, прям, это, оголтелые, они работают и считают листочки, сколько он заработал. Я говорю, вы что, ненормально, что ли? Я лично это сделал для того, чтобы как можно меньше работать. Нога на ногу сидеть, прийти попозже, уйти пораньше, ну, что угодно. Я, я это для себя, говорю, вам не заплатят, там, а вот так заплатят у нас вот расценки, говорю, вы больные, как вам заработать, тем более вы сделали в полтора раза больше, там, в будние дни, еще взяли выходные, вышли, еще и задержались, вы в два раза себя подняли. Это вы себя подняли, вам никто столько не будет поднимать, они не верили, им в первый же месяц два раза обрезали расценки. Они начали, там, говорить о какой-то итальянской забастовке или еще что-то, они говорят, давайте, я за, я с удовольствием. Ну, это давно было, я еще не знал этого, но все равно я-то где-то это вычитывал и интуитивно понимал просто, и все. Давайте, все стали ровно до шести выключать светильники и весь сборочный этот цех, как бы уходить. Там такой начальник Максимович бегал, в чем дело, что случилось, все равно. Хотя люди отработали весь рабочий день, а начальство начало сходить с ума, почему все уходят. Их в полтора раза то, что они больше делать стали, это не устраивает. Не знаю, но, видите, у них аппетит просто растет в геометрической прогрессии. Смысл говорить о каких-то переработках, переработки им надо как можно больше завязывать. Создавать условия такие, чтобы, вот как товарищ, создал условия с ними, чтобы не перерабатывать, больше ничего. А все остальное, то, что это нужно требовать. Только требованиям можно, и коллективными действиями, и никак больше, кроме как коллективного договора, куда это можно прописать и как контролировать. И должны быть контролирующие органы, их нужно выбирать на конференциях, на собраниях и так далее. Ну, никак, других путей нет. Просто договориться с начальством. Ну, можно сегодня он тебе «да» говорит, завтра «нет» и все. Или там это все уйдет в песок, как бы, все эти разговоры. Это тоже пройденный этап, это сотни раз. Я работал на каких-то организациях, наверное, не работал. Потом это надоело везде тоже. Ходишь на работу, работаешь, где платят больше, там, на 15 тысяч, ничего, здорово, как. Да работаешь месяц, два-три, там начинают тюк-тюк-тюк подать, подать, подать. Просто везде. Все работодатели у всех, один общий интерес. Так как они покупатели вообще, а мы продавцы. И с этим ничего не поделаешь. Это антиорганизм, это противоречие буржуазное. Никуда его не денешь. С ним бороться нужно не через какие-то индивидуальные, единоличные какие-то хитрости. Это никак не поможет здесь тоже. По поводу гастарбайтеров тоже здесь в докладе будет чуть-чуть, там есть вопрос, который нужно закладывать по поводу гастарбайтеров в колодоговор, чтобы эти фокусы прекратились. Просто так вот говорить, что они нас заменят, не заменят, но это пока такое бытовое обсуждение. Надо чуть дальше в докладе будет этот вопрос подниматься. Ну всё, спасибо. Товарищи делегаты с решающим голосом, кто не выступил, прошу выступать. Кузнецов Владимир Алексеевич, город Ленинград, организация ЛП-технология. ЛП-это производство турбинных лопаток. Мы тут обсуждаем, я понимаю, все хотят высказаться, всех наболело, но мы сейчас обсуждаем доклад. Доклад был, конечно, очень хороший, всё правильно. Но что меня, так сказать, удивило в этом докладе? В этом докладе, значит, была высказана такая мысль, что вот, дескать, нужно заниматься только, рабочие должны заниматься только составлением коллективных договоров, а вот участвовать во всяких там политических мероприятиях, ходить куда-то там на митинги, там на какие-то пикеты, на это не надо. Я просто хочу заметить одну вещь, один заметить, что когда ты имеешь дело с политически грамотным человеком, с политически грамотным рабочим, который ходит, не только составляет коллективный договор, но ходит ещё и на политические мероприятия, с ним легче, так сказать, этот самый коллективный договор составить с политически более грамотным человеком. А человек, которого интересует только заработная плата, вот почему у нас так трудно и получается всё, ему на работе говоришь одно, а он тебя не слушает, а мне главное, чтобы меня хорошо платили. Тогда я его спрашиваю, а что такое хорошо платили, а он и ответить не может. Вот в чём дело. Далее, тут ещё говорили, не могу не заметить, о том, что рабочие сами для того, чтобы повышение производительности, да, вы учите, что хозяина, в принципе, ведь не интересует увеличение производительности труда, хозяина интересует прибыль. А как эта прибыль получается, ему всё равно. Вот. Ещё хочу заметить. Далее. Ещё вот тут говорили о том, что вот на 15 минут я ухожу обедать. То, что человек нарушает трудовую дисциплину, это нехорошо. Нехорошо. Трудовую дисциплину нужно всегда выполнять, чтобы никогда к тебе администрация не прицепилась и не говорила, что вот ты не выполняешь. Другое дело, если ты купил эту кувалду, ты взял на неё товарный чек и с этим товарным чеком подошёл к хозяину и сказал, я купил хорошую кувалду, ты мне за эту кувалду заплати. Вот это совсем другое дело. Сначала заплати. Когда тебя не устраивают условия труда, допустим, у тебя не устраивают перчатки, ты просто скажи, а мне по технике безопасности я не могу работать в этих перчатках. Ты мне обеспечиваешь нормальными перчатками. Мы у себя так и делаем. И мы у себя так и делаем. И ничего. И хозяин бежит и приносит всё. И когда он сам не может инструмент купить, мы ходим, покупаем инструмент, приносим товарный чек, и он нам платит за этот товарный чек. Это стало уже нормой. Это уже зависит от того, какой коллектив. Если коллектив дружный, тогда он уже может заставить хозяина поступать так, как ему нужно. А если каждый сам по себе, ну что делать? Тогда уже хозяин диктует свои условия. Вот и всё, что я хотел сказать. Товарищи делегаты, с решающим голосом. Здравствуйте. Шадрова Елена Николаевна, Ногинский хлебокомбинат, оператор-тестовод французской карусельной линии. Я, скорее всего, приехала сюда, наверное, с вопросами. У нас такая ситуация сложилась на заводе. Наверное, все слышали, смотрели ролики, их много. То есть, когда предприятие было государственным, было всё в норме по зарплате и по всем, и вклады в технику, то есть, когда какие-то поломки совершались. А вот буквально, ну не знаю точно цифры, как бы не знаю, потому что я всего лишь практически год работаю на этом предприятии. Да, мелочей точные даты я не знаю. Ну, буквально вот на протяжении пяти лет стала проблема как с задержкой зарплаты. Сначала на месяц, на два. И люди поделены, знаете, как на два, наверное, коллектива. Кто устроен и кто не устроен, у кого нет договора на руках. И даже те, которые устроены, у них тоже, как получается, есть зарплата в конверте. С этим как бы ладно, это всё понятно. Просто у нас 15 сентября завод прекратил свою деятельность. То есть, никаких оснований нет, нам ничего не сказали. Мы и не уволены, и нету постановления, на каком вообще основании. Оно закрыто. И вот именно остаётся вот эта зарплата. У кого пять месяцев, у кого три с половиной месяца. И люди сидят без денег, конечно, в таком разбитом состоянии. Конечно, власть нашего города пообещала нам, что помогут судебно. Но как-то вот мы не очень доверяем. И просто вот у меня вопросы к вам, к людям, которые более как-то в этом разбираются. Как нам быть, как нам поступить? С чего начать? Вот. Собственно, всё. Спасибо. Бобин Григорий Вячеславович, врач скорой помощи и профсоюз действия Санкт-Петербург-Ленинград. Товарищи, я с передовой. Соответственно, ведём борьбу. Отвечу сразу на ваше большинство вопросов. Значит, капитализм у нас реакционный. Владельцы предприятий пришли, завладели предприятие обманным путём, либо каким-то бандитским захватом. Они пришли для того, чтобы выкачать всю прибыль и свалить отсюда. Они не рассматривают себя рядом с этим предприятием. Они не вкладывали душу в эти предприятия. Это основное для большинства наших предприятий. Не просто так 72 тысячи предприятий развалилось с начала перестройки. Просто они берут, выжимают всё, пилят оборудование, выкидывают, распадаются эти все предприятия. Поэтому... А мы молчим. Вот недавний случай, в котором мы участвовали, это метрострой Санкт-Петербурга. Большой город. Нужно метро. На те деньги! На те деньги! А мы ничего уже не можем, потому что это предприятие просто развалилось. Оборудование 70-х годов, даже эти отбойные молотки там с этими шлангами, 70-х годов. Вспомните, копейки на улицах, эти телевизоры ламповые. Что делали рабочие? Ничего. Вообще ничего не делали, не говорили ни одного слова. Кто знает сейчас о коллективном договоре? Об этом стало звучать последние 2-3 года. Что-то такое непонятное, коллективный договор, за нас все решат, как в Советском Союзе. Ни одного слова никто ничего не говорит. А сказали бы хотя бы что-нибудь. То есть вот коллективный договор. Пропишите вы там, что надо менять оборудование раз в 5 лет. Просто скажите, соберитесь, скажите нет. То есть там показывают вот эти вот кадры, там 12-го еще года я смотрел, в интернете уже вывешено. Они там, ну что нам кирку брать, не кирку брать. И при этом ничего не говорят, не объединяются, ничего совершенно не делают. Скажу вот только что, ну момент. То есть мне присылают кадры из скорой помощи Самарской области, где там просто водители ползают по машине и показывают, как они просто пенят машину обычной пеной. И вот показывают. Вот 13 лет, сказали это, и вот сидят гундят там друг другу, что вот такое вот происходит безобразие. Я нарезаю этот ролик, выпускаю в сеть. Через три дня уже встает вопрос о смене машины. То есть понимаете, то есть это просто как бы, просто появился какой-то маленький голосок. То есть я выпустил ролик, находясь в Питере, про какую-то Самарскую область. И сразу нашли средства. Чего вы молчите до сих пор? Ничего не происходит. То есть коллективный договор там непонятно что, как это все организовывать. Поэтому еще раз, товарищи, говорю, начните хотя бы чего-нибудь делать. Речь идет даже не о забастовке. Нету речи о забастовке. Есть понятие, как коллективные действия. Любые. По любой мелочи. Объедините рабочих по мелочи. Просто по спецовке. По перчаткам. Просто объединитесь. Вот собрались все вместе и сказали, ребята, разговор не идет о больших деньгах. Купите нам новые там кувалды или еще чего-то. Просто вокруг вот такой мелочи. Вас не заставляют брать автоматы и лезть над баррикады. Начинайте просто понимать, что ваши интересы, это ваши интересы. И вот из вот таких вот мелочей, о чем вот сейчас сказал, да, этот из Ленинграда, да, трамвайщик. А это, о мелочах. Вот из этого и начинается. Вот с этих мелочей. То есть мы вот это вот коллективные действия вывели полностью из оборота. Вот это вот понятие коллективных действий. Банальные коллективные действия всего лишь 30 человек в городе Пензе вот только что летом. Сейчас объединило вокруг себя 1100 человек у них сейчас в профсоюзе. А начиналось все с мелочи, просто с мелочи. Просто группка людей собралась и все это объединяет дальше. Начните с мелочей. Здравствуйте, товарищи. Вершенюков Роман Иванович, установщик дверей. Член рабочей партии России. Хочу ответить вот девушке, которая приехала из Ногинска, да. А у нас в Нижнем Новгороде вот сложилась такая ситуация в новинках, да. Был построен комплекс, но еще не достроен, да. Вот, там порядка 10, может быть, 15 домов и ситуация такая, что людям жилье не достроили, бухгалтер под следствием, собственники уехали за границу, да. И что сделали люди? Они объединились каким образом? Они построили палатки, да, прямо на том самом месте и целое лето жили в палатках. Да, и там были вывески такие, бездомная Россия. И я, когда ехал на дачу, проезжал все время и смотрел на это. Да, что же будет происходить? Вот прошло 3-4 месяца. То есть, они там жили, были установлены, там туалеты у них и так далее, да. Вот. То есть, какие-то минимальные условия. Я так понимаю, что этим людям просто негде было жить физически. Соответственно, все письма, как я понимаю, у них были написаны во все органы, да. Вот. И что же получилось? То есть, видимо, уже современный наш вот этот губернатор взял на себя вот эту обязанность достроить вот этот вот пункт. Но, Григорий, поддерживаю вас. Нужны любые коллективные действия, любые. То есть, главное, организоваться. У нас все было, понимаете? Просто я не сказала, просто сказать, что должно быть краткое. У нас все было. И запоставки, и видео очень много, и Россия один приезжала. То есть, от этого, как бы, они не пришли и не начали там вам, вот вам деньги, и мы запускаем производство. Если кому-то, если мужчина приходит там начальство и что-то приносит, мы свое начальство месяцами не видим. У меня мыть полы нечем. У меня ни тряпок, ни моющих средств. Да, я прекрасно вас понимаю, но тут остается, наверное, только одно – давить на администрацию. И чтобы государство взяло на себя обязательство что-то сделать с этим заводом, а точнее его восстановить и выплатить зарплату работнику. Письма писались везде, даже президент. Наверное, будет национализация, предприятие. Значит, нужно идти до конца, то есть, нужно набраться терпения, да, еще большего терпения, да, и получить какой-то положительный результат, чтобы деньги начали выплачиваться. Пускай частями, да, пускай пока не в полном объеме, да, но разбегаться смысла нет, наверное. Потому что, если вы только разбежитесь, да, вы ничего не добьетесь. Сейчас в данный момент завод не работает, но люди ходят также по своим сменам, просто охраняют, чтобы его не опечатали. Это правильно. Там холода, там света нету, скоро вот и последний отключат. Да, вот потому как действовать в этой ситуации, еще, я думаю, может высказаться Кудрясов Владимир Михайлович. То есть, что нужно сделать с предприятием, когда такая ситуация, когда нет руководителей, нет собственников, и что делать вот работникам? У него есть опыт практической борьбы, я думаю, он подскажет. Спасибо. Товарищи, кто еще с делегатой с решающим голосом? Боргой проносил, как кажется. Да. Фомировали. Так, ну я начну с важных моментов, которые вот тут прозвучал, находится человек на срочном трудовом договоре. В течение года ему его продляют. Так вот, опыт завода «Электромаш» и положение, то есть, трудового кодекса, который говорит, неоднократное продление срочного трудового договора без изменения условий, автоматически переводит этот договор в бессрочный. Благодаря, вот, так сказать, тому, что мы поставили этот вопрос во главу угла, у нас коллектив продержался полгода еще, вот, и недавно я тут поздравлял прокурора с их праздником, вот, она говорит, надо же, как мы с вами тогда здорово, вот это вот все. Они себе тоже это в плюс записали. Вот, то есть, в следующий раз тебе принесут на подпись договор, скажем, я не буду подписывать, у меня те автоматически становятся бессрочными. И никто тебе слова не скажет. Вот, у нас кто-то через суд это шел, а кто-то вот отошел, не, я все, я уже на бессрочном, все. И приняли. Неоднократно, то есть, два раза. Неоднократно, то есть, тебе, вот, заключили договор, один раз продлили, все. Вот, не изменились условия между первым и вторым, одно и то же, все, он уже бессрочный. То есть, ситуация вот такая. Так, это один момент. Второй, а, вот, тоже очень важный момент. Коллективный трудовой спор, подготовка забастовки, коллективный трудовой спор, процедура длинная, так сказать, тяжелая, вот, по существующему положению невыплата заработной платы не является предметом трудового спора коллективного. То есть, вы имеете право остановить работу ровно через 15 дней после того, как вам не выплатили зарплату. Обращаю внимание, делают такую ошибку. А я выйду на работу, приду там на предприятие, на завод, когда начнут выдавать зарплату. Не лезя так делать. Надо быть на предприятии. Вы, сила, пока вы все вместе на своих рабочих местах. Вы там, хозяева. Вот директор вызывает к себе. Вот было такое. Я говорю, нет, давайте в цех. И здесь поговорим. В цехе он себя чувствует гораздо неуютней, нежели мы. Тоже очень важный такой момент. Ну, а теперь мы как-то вот ушли от главного. Вопрос-то стоит, как использование роста производительности труда для сокращения рабочего времени, продолжительности рабочего дня. Вот мы как-то так ушли немножко в сторону. Хотя, вроде, тоже не в сторону. Но главным этот вопрос почему-то из главных ушел. Значит, рост производительности труда. Как заставить собственника, руководителя, заниматься вопросами роста производительности труда? Очень просто, с моей точки зрения. Значит, опыт. Сначала перестали работать сверхурочные. На минуту не задерживались. Значит, сначала бригада вот моя. Потом регулировщики. Потом монтажницы подтянулись за нами. Ну, а сборщикам деваться некуда. Раз монтажники не работают, регулировщики не работают, им что делать. Вот. И все, взяли за правило. И что вы думаете? Появилась новая техника. Правда, только у регулировщиков нам новый измериловку. Купили. Вот. Значит, ну, у монтажницы чего там? По икращикам определенным электродам и так далее. Там тоже были такие моменты, которые, ну, такого эффекта серьезного не было. Там в плане качества рост приличный. Вот. То есть, один раз поставили так, и все. Сначала ворчали, там иголки поднимали против нас, а потом привыкли нормально, и когда начинали обижаться, что вот мы не успеваем, вот мы не укладываемся, вот у нас сроки. Ребята, вы организаторы производства, в колдоговоре, во всех, в старых, в новых, везде написано, за организацией производства и финансовое состояние предприятия несет ответственность администрация. Ребята, исполняйте свои обязанности. Вот. Вот эти вот пункты. Исполняйте свои обязанности, все будет в порядке. Начали заниматься организацией производства. И даже зарплату выплачивать вовремя. Вот. Так что, вот бояться, что что-то с вами сделает, если вы будете работать по правилам, ничего не сделает. Ничего не сделает. Они тоже понимают, что квалифицированных людей, рабочих, вот так вот просто не найдешь. По объявлению не наберешь. Можно гастарбайтеров привезти, чтобы они метлой махали на улице. Можно гастарбайтеров привезти, чтобы они носили на подносах блюда. Можно, бесспорно. Женщина, ногти там это делали тоже. Это, это да. А вот, например, у нас вот в области есть пример такой. В Иксовский металлургический завод. Они запускали новое производство. Нет специалистов в России. Они привезли всех с Украины. Там не гастарбайтеры, а с Украины, квалифицированных людей, с аналогичного предприятия. Все здесь устроили. Там практически цех полностью состоит из бывших украинских граждан. Вот такое и есть. А гастарбайтера, например, вот на электромаш, на Ленинский завод, что он там делать будет? Он в радиоэлектронике ни уха, ни рыла. Что он делать будет? Мести может. В механическом цехе стружку убирать. Но не более того. Так что этого бояться не надо. И бояться того, что заберут предприятие и увезут куда-то. Не увезут. В Африку, что ли, они? В Центральную Африканскую Республику? Нет там людей, которые могут это делать. Слава Богу, в плане грамотности мы еще не так деградировали, чтобы сравниваться даже с той же Средней Азией. По коллективному договору. Тут прозвучали вопросы, как люди реагируют. Люди реагируют по-разному. Но, когда до людей доходит, что в этом колдоговоре? То есть очень важная фаза в формировании коллективного договора – это пропаганда пунктов даже. Я не говорю про разделы. Даже пунктов в коллективе. Вот приняли какое-то положение, значит, и с ним знакомить людей. Значит, вот самое трудное, когда делаешь проект колдоговора, это получить поддержку у коллектива. Получить поддержку. Причем, так сказать, вот граница проходит. Верия основной фронт борьбы – это внутри профсоюзного комитета. Вот у меня было так. То есть предлагаю проект. Разбираем пункт, готовимся к переговорам. Профсоюзные люди говорят, не пойдет. Все входят в положение. Нет финансовых возможностей. Ребята, какое ваше дело по финансовой возможности? Это надо? Надо. Давайте. Нет, вот ты знаешь, там вот доходило до того, что я одевал куртку, и все, привет, я ушел. Стой, стой. Вот когда правком, когда цеха коллектива понимают, что ты предлагаешь, что в этом коллективном договоре, и видят свою пользу в этом всем, вот тогда можно уже идти с этим коллективным договором в администрацию, заявляться и начинать, так сказать, переговорный процесс. Забыл еще какой-то важный момент какой-то, забыл. По Ногинску я единственное, что могу сказать. Мы прошли через то же самое. Завод уничтожили в конечном итоге. Вот. Сейчас там, ну скажем так, пункты ремонта специальной техники. То есть осталось там, даже десятой доли не осталось от завода. Все вовремя делается. Правда, мы продержались 20 лет. Вот 20 лет нас уничтожали, 20 лет мы держались. Благодаря коллективным действиям. Беспрецедентное. В стране аналогов нету. Своими коллективными действиями мы сняли внешнеуправляющего. Внешнеуправляющего, да. И одного конкурсного потом. Вот. То есть, когда делаешь дело смело, знаешь, какую задачу ты решаешь. А главная задача у нас была сформулирована тогда, вот здесь, на Российском комитете рабочих, сохранение отечественного производства. Мы занимались этим. Вот это была база. Сейчас мы развились, сейчас мы идем дальше, и более высокие цели у нас стоят. Вот. Вот. Мы все делали для того, чтобы сохранить. Завод, в общем-то, сохранили работоспособным. И раз ремонтировать могут технику, то не зря. Не зря работали. Вот. По Ногинску, ну что могу сказать? Вот Константин Александрович, он у нас очень жесткий мужик был. Вот. Значит, у нас было такое... Он всегда спрашивал, вам-то что надо? Вот вы за что боретесь? Какие задачи-то вы решаете? Что вы в результате своей борьбы, если кто-то что-то сделал, что получили в результате? К нам пришла жаловаться женщина. Вот, мы провели забастовку, а нас, значит, уволили. Вот всех по одному, так это и выкидывали с предприятия. Константин спрашивает, что у вас осталось после забастовки? У нас в смысле? Какая-то организация осталась? Нет. Что же вы хотите? Кто вы? Вы никто. У вас в одиночке таки, все правильно, и так и будут уничтожать. По одиночке нас будут уничтожать. Поэтому необходимо организовываться в самые разные формы. Профсоюз – одна из, так сказать, ведущих форм организации. Следующая – партийность. То есть, это все для того, чтобы нам быть. Вот просто быть. Вот так ставится вопрос. А в Ногинске надо работать, надо выступать, надо требовать. Надо требовать. Пусть объяснят. Почему? Почему предприятие стоит? Пусть объяснят коллективу. Не просто так вы свободны. Нет, ребята, мы уйдем. Но объясните, почему мы должны уйти? Почему предприятие не работает? И не уходить с предприятия. Не уходить – вот это очень важно. Как только вы ушли за забор, все, вас нет. Ну, все, спасибо. Прошу не хлопать. Не принято было на российском квитете рабочий хлопать. Так, товарищи, кто еще делегат и с лишающим голосом не выступал? Выступайте. Герасимов Юрий, механик-наладчик. Дело в том, что у меня на предприятии ситуация вообще волшебная. Оборудование изношено капитально. Вот сейчас, непосредственно две недели назад, к нам взяли нового работника, студента из Сомско-Механического Техникума. По итогу станок сломался, мы вдвоем точим деталь вручную. Был чепушный станок, теперь вручную. В итоге выработка продукции упала в 7 раз. Начальник бегает просто из стороны в сторону, ищет, как выйти из такой проблемы. Что еще можно рассказать об оборудовании на предприятиях? Просто нет слов. Подытожить я могу лишь одним, что у нас на предприятии есть один станок расточной, на котором работает до сих пор. Производство Чехословакия, 62-й год, то с Воздорфом. Ну, пожалуй, об этом можно, на этом можно и закончить, собственно. Так что так. Я вспомнил, о чем хотел сказать. Значит, все выбирают колдоговор, колдоговор, колдоговор. Колдоговор – это очень важно. Но колдоговор, с колдоговором работаешь. По заключению одного и заключению к следующему, и прижима. Значит, по ручному инструменту у нас было так. Выпишем список, отдаем администрацию, назначаем время, покупаем, я бы хотел выступить также по этому вопросу насчет производительности труда. По своему предприятию у нас предприятия – это магистральные электрические сети высокого, сверхвысокого напряжения, соответственно, по всей России эти электрические сети. Вот как конкретно происходит вот это повышение производительности труда и использование повышения производительности труда в интересах работодателя. Значит, согласно отчетности официального работодателя, который из сети интернет, в 2018 году производительность труда составляла 5419 рублей человека час, что выше показателей 2017 года на 10,71%. И если это отчет 2018 года, если смотреть другие отчеты, то каждый год в отчетах написано, что примерно на 10% каждый год производительность труда растет. Что происходит дальше с этой производительностью труда? Количество персонала. Количество персонала сокращается. За последние пять лет оно сократилось на 2300 человек. В 2013 году работало 24360 человек. В 2017 году работают 22000 человек. При этом в отчете написано, что в 2018 году показатель укомплектованности составляет 96,7%. То есть, казалось бы, 3,3% недоукомплектовано. Вроде бы маленькая величина, но учитывая то, что на предприятии работают 22000 человек, до 100% не хватает почти 850 человек. Каким образом работодатель это использует в своих целях, в целях повышения прибыли? То есть, производительность туда растет, прибыль, прибыль, да, растет, каждый год растет прибыль, то есть, валовая прибыль, это вот прибавочная стоимость, которая создана трудом этих 22000 человек. Вот, например, в 2018 году это 64 миллиарда рублей. И каждый год она растет. То есть, что получается? Производительность туда растет каждый год на 10%. Соответственно, работодатель рабочее время остается, какое было. Работодатель уменьшает количество сотрудников, причем уменьшает, он же знает, он пишет прямо, что недоукомплектовано. 850 человек не хватает. То есть, в этом секрета нет. Количество сотрудников сокращается, интенсификация труда повышается. Эти вот 22000, они работают за недостающих 850 человек. В чем это выражается? В ремонтную компанию, тыс весна по осень, каждый выходной, суббота, воскресенье, люди официально по приказу, с согласия этих же самых людей, работников, привлекаются к сверхурочной работе. То есть, каждую субботу, воскресенье кто-то работает, у кого график 5-2, суббота, воскресенье, выходной, каждую субботу, воскресенье кто-то работает за вот этих недостающих 850 человек. То есть, таким образом, работодатель экономит, не нанимая вот эти 850 человек, потому что, несмотря на то, что сверхурочные оплачиваются вроде бы в двойном размере, но все равно выгоднее, чтобы эти люди работали сверхурочно, а не нанимать 850 человек, которых не хватает. Так вот, получается, что рост производительности труда, он есть, и работодатель его использует для сокращения штата и для интенсификации труда всех оставшихся работников, что увеличивает его прибыль, и вполне работодатель вся эта картина устраивает. Поэтому повышение производительности труда работники должны использовать в своих интересах, чтобы сокращать рабочее время, чтобы вот людей не увольнять, а наоборот, вот за 5 лет 2300 человек было увольно, чтобы их не увольнять, а наоборот, чтобы они работали, это вот как раз к вопросу обеспечения занятости, то есть, работодатель здесь, он наоборот, эту занятость уменьшает, а в интересах работников эту занятость увеличивать. И чтобы увеличивать, как бы путь один сокращать рабочее время, потому что сокращая рабочее время, значит, работодатель будет вынужден нанимать работников, и при этом производительность труда растет, и она продолжает расти, а сделать это работники могут, то есть, если это в их интересах, значит, это сделать могут только работники, как бы, такая у нас такая организация труда, что очень большое количество людей, работает 22 тысячи, поэтому, где много людей работает, без организации, без управления этими людьми, никак, эта организация, сейчас это профсоюз, у нас, то есть, люди должны объединяться, объединяться в профсоюз, а каким образом сократить рабочее время они могут, они могут совершенно на законных основаниях, значит, записать в коллективный договор сокращение рабочего дня до 6 часов с сохранением заработной платы, вот, а еще лучше с увеличением, и на вполне законных основаниях собрать 51% подписи коллектива, начать коллективные переговоры, пройти всю процедуру принятия коллективного договора, принять коллективный договор на предприятие, и таким образом использовать повышение производительности туда своей, для, во-первых, обеспечения занятости, и, во-вторых, для сокращения рабочего времени. Вот такая картина. Спасибо. Так, товарищи, кто еще с решающим голосом не выступал? Валентин Кальвет значит, по болезни не смог присутствовать, но он прислал двух товарищей, и вот он настоятельно просил, чтобы они также высказывались, я так понимаю, это вы, да? Да. Ну, как бы, Валентин настоятельно просил вас привлекать, чтобы вы тоже высказывались, поэтому... Гордина, Максим Владимирович, Самара, все-таки хочу ответить по поводу Ногинска. В такой тяжелой ситуации подход нужен системный и организационный. То есть, как уже начали говорить, что нужно сначала собрать коллектив, создать штаб по решению ситуации, это вы должны делать, мы можем помогать, но вам нужно создать штаб, три пути, то есть, три направления деятельности, это юридическая, коллективная, информационная, то есть, нужен человек, который будет писать прокуратуру, инспекцию, в администрацию, составлять. Если с администрацией вы связаться не можете, возможно, уже информационный сектор вашего штаба должен публиковать открытые обращения национализации предприятия, в конце концов, они чего добиваются, они хотят его обанкротить, ну, пусть администрация его национализирует, пусть это станет муниципальная или государственная собственность, назначают управляющего и пусть в порядок приводят предприятие, чтобы вам вот, но вот это вот юридическая составляющая, информационная составляющая, она без коллективной составляющей не будет действовать. Если коллектив не будет поддерживать, а поддерживать это надо руками и ногами действиями, то есть нельзя сказать, мы все за, вы вперед, а мы домой, это не получится, то есть коллектив, но судя по тому, что вы говорите, что там не дают опечатывать, то коллективные действия у вас есть. Значит, надо информационную составляющую увеличивать еще больше роликов, еще больше писем. Это системный подход, то есть составлять список средств массовой информации, список, и пресс-релиз от организации работников Ногинского комбината, что там происходит, во все левые, правые, зеленые, желтые, где-то какой-то был ролик, по-моему, Остап Бендер, что ли, там звонил и говорил, что этим одно, вторым, другое, третьим, третье, главное, чтобы создать шумиху, большую шумиху вокруг этого. И чем больше шума, тем больше шансов на то, что прокуратура будет действовать по закону в правильном направлении. То есть, если общественный резонанс есть, то прокуратура, она белая, пушистая, она на страже закона изо всех сил. Второй ответ хотел товарищу Бобинова ответить Григорию Вячеславовичу. Мы уже начали, мы не сидим и не молчим. В Самаре два профсоюза, один создан, второй на грани создания. То есть, первый профсоюз, там, где мы с товарищами работаем, набрали уже 34 человека. Второй профсоюз, 11 человек, готовы поучаствовать в учредительном собрании. Вот собрание не успели провести ДРКМ. Если у кого какие вопросы будут о том, как был начат этот процесс, я готов все это рассказать. Какие вопросы я задавал, какие действия я предпринимал, какие шаги были сделаны, на самом деле, вот без такой вот всеобъемлющей подготовки, которая здесь, на Российском комитете, в Красном университете и вот нашими преподавателями фонда рабочей академии, наверное, точно так же бы ходил, думал, что же, почему не получается, в чем проблема. Оказывается, основная проблема тяжести создания профсоюза, она в наших головах. Когда все делаешь, вот как тебя постоянно говорят, но как-то до сих пор не доходило. Но когда начал действовать, когда погрузился, дошло очень быстро. Так что все, спасибо. Я напоминаю, что у нас сейчас обсуждается первый вопрос о борьбе профсоюзов за использование повышения производительности труда для сокращения рабочего дня и обеспечения занятости без понижения зарплаты. Значит, сейчас у нас премия. Кто хочет выступить по данному вопросу, прошу выступать. И значит, особо прошу выступить наших научных консультантов, тем более, что у нас небольшие изменения в составе. Александр Евгеньевич, может, вы выступите, скажите, расскажите об этом. Золотов Александр Владимирович, доктор экономических наук, профессор, вице-президент фонда рабочей академии, научный консультант российского бюджета рабочих. Уважаемые товарищи, вот сама постановка вопроса о том, как использовать повышение производительности труда, очень важна, потому что в свое время было такое представление в некоторых профсоюзных организациях, что нас не интересует производительность труда, нас только интересует заработная плата. Как будто это вещи не связаны, потому что если производство вырубили, ну какая у вас будет заработная плата, значит нас все интересует, другое дело, что-то нам чего-то легче добиться, а чего-то сложнее. поэтому вот и приходится товарищам иногда, товарищу ну когда дождешься этого там, никак, ну приходится хвататься за эту штуку, это плохо, конечно, это вроде как вы спасите индивидуально, но облегчили свое положение, да, что делать, иначе не дождешься никогда, когда все соберутся профсоюз и выставят это требование, хотя вы эту работу продолжаете, и наступит такой момент, когда вы не будете покупать, а будет конечно покупать администрация необходимое оборудование, о чем Владимир Михайлович говорил, что придешь список получен, получен. Значит, ну и мы все понимаем, что мы за повышение производительности труда, все действительно понимают, что так рабочие, потому что не надо объяснять, как это влияет на интенсивность труда, на условия труда, как будто они враги нового оборудования. Ну, когда вот здесь Сергей Александрович очень интересную картину показал, вот пришло новое оборудование, и что получили рабочие, новое оборудование пришло, экономия рабочего времени совершилась, да, и как она была использована, тем, что людей выкинули, и теперь они больше работают, чем раньше, на новом оборудовании. Ну, а зарплату получают все равно меньше, потому что я не думаю, что такой строгий учет переработок, это строгий учет выплаты, то есть получается меньше. То есть это нормальный для капиталистов способ использования научно-технического прогресса в своих интересах. Значит, из-за этого следует, что нужно позаботиться о том, чтобы использовать научно-технический прогресс в своих интересах, и здесь об этом тоже говорилось, что добиваться сокращения рабочего дня, выставлять такое требование, включать коллективный договор, но другое дело, что мы понимаем с вами, что пока вы включили в проект коллективный договор, в мире еще ничего не перевернулось, но это уже первый шаг, потому что это можно обсуждать с товарищами, вокруг этого могут люди объединиться. Вот я хочу спросить наших товарищей, я знаю, что у нас очень ответственные товарищи, всем было рекомендовано составлять проект коллективного договора, который эту норму прогрессивную содержит. Сергей Александрович, могу я попросить товарищей, делегат с решающим голосом, поднять руку и сказать, кто разработал такой проект. Я, Дмитрий Ильич, видел ваш. Ну, что вы и другие увидели, и все увидели. У кого есть такие проекты? Проекты, которые разрабатываются. Да, проекты разрабатываются. Но не разработаны еще. Нет, еще пока не разработаны. Ну, уже вот, у них проект есть. Вот. У вас есть, Дмитрий Ильич? Да, Руки уже поднимаются, так что мы это видим. Дальше будет следующий шаг работы. Вот какой следующий шаг работы? Надо теперь, чтобы этот проект стал не просто проектом одного, а проектом целого коллектива. Как это можно сделать? Владимир Михайлович тоже об этом всегда говорит, что пройдите по цехам, по участкам, поставьте на голосование, не надо ждать какого-то формального события, потому что, когда формальные события наступят, там очень быстро все сделают, все это знают, как принимаются коллективные договоры. Вас даже, может, не пригласят, и вы никуда не попадете. Так вы сами обойдите, делайте свое дело. Никто вам сейчас не мешает это дело делать. Пока будет новая компания, и вдруг выяснится, что у вас уже больше половины коллектива за это проголосовало, тогда вы можете перейти к этим людям, независимо от того, какой у вас профсоюз, 30 человек из тысячи занятых, вы придете к этим людям и скажете, вот дай, пожалуйста, доверенность нам на ведение коллективных переговоров, потому что вот мы как раз и будем двигать тот проект, за который вы уже проголосовали. И что вам не дадут, а дадут другому. Дадут. Но надо приходить с доверенностью не когда, как бы вопрос вас идет и говорит, а зачем тебе доверенность-то? Ну, а вот сначала, то есть надо действительно каждый шаг думать и его сказать, чтобы он вел в этом направлении. Ну, и я хочу сказать, что очень наглядно представил Сергей Александрович, что будет, если мы используем технический прогресс, не используем технический прогресс. Ну, и можно подумать, что будет, что он, если он будет использоваться. А тенденция такая есть. Вот у нас говорили, у нас реакционный капитализм. Но он реакционный в том смысле, что он зависимый и так далее, несамостоятельный, что поэтому не мы уже во многом хозяева нашего производства, но разве это исключает тенденцию к развитию производительных сил? Нет, вот есть примеры. Я вам хочу сказать, и государство даже отчасти об этом заботится. Вот есть программа, которая называется «Повышение производительности труда и обеспечение занятости». Большая программа, деньги есть, и кое-что в рамках этой программы делается, и вот уже и у нас в Нижегородской области есть предприятия, которые этим занимаются, и занимаются с некоторым результатом, ну пусть они приукрашивают. Говорят, вот у нас производительность выросла на 22%. Вот я только что видел такой ролик. Вот прямо специально, видно, к нашему повестке дня решили вот как-то ознакомить с достижениями нашего капитализма в этой области. Но я как-то не увидел радостных листов рабочих. И больше того, я знаю, что как-то вот общался с людьми из администрации этой программы. Говорят, куда не придешь, говорит, вот мы, значит, с этой программой пришли. Значит, будем оптимизировать производственные процессы. Что люди говорят? Ну, это значит сокращение. То есть, люди прекрасно понимают, для чего это используется. То есть, это дело делается, производительность повышается, производительность труда рабочих повышается, да? То есть, не будем, так сказать, об этом забывать. И у нас на газе тоже, Ваня Михайлович тогда тоже, помните, поставили, значит, новую линию, и это тоже, так сказать, было, повело за собой сокращение рабочего фонда необходимых затрат труда в форме увольнения работников. То есть, это делается. К этому-то мы должны быть готовы, или только, вот видите, только разрушение. Хотя, и к разрушению мы должны быть готовы. Значит, ну, раз это делается, и вот уже, вот, Владимир Алексеевич, собираю медведев, четырехдневку, уже вот эту четырехдневку будут, как вы думаете, где внедрять? Прежде всего. Ну, вот, на тех предприятиях, которые участвуют в программе. Они уже выстроили всю эту цепочку. Вот у них есть программа, да, в этой программе участвуют сотни предприятий, и там есть результаты. Они кое-какие деньги дают. Да и вообще, когда начинаешь этим заниматься, ну, там же не глупые люди, начинаешь находить резервы, просто размещение оборудования. Просто оснастки, замещение, оказывается огромный выигрыш. Когда начинаешь об этом думать? Ведь у нас 20 лет ни о чем не думали, кроме как растащить. А тут вот начинают думать о том, как организовать. Результат получается. Так вот, они, значит, уже заботятся о том, что вы используете этот результат в своих интересах. Потому что, еще раз говорю, в чем фальш постановки вопроса о четырехдневной рабочей неделе. Потому что упорно молчат о том, что произойдет с продолжительностью рабочего дня. Ну, кое-кто говорит, да, говорит, вот, ну, кто говорит? Ну, те, кто точно не отвечают за это дело. А те, кто отвечают, они хранят молчание упорное. Я отмечу, кто-нибудь от медведев слышал, что он сказал, что будет сокращение рабочего дня. Не слышали мы? Он человек очень твердо, вот, скрывает это. Значит, есть что скрывать. Значит, к этому подводят, что, вот о чем говорил Сергей Александрович. Значит, производительность будет повышаться, людей будут укидывать. Потом, дескать, трудоустраивать. Я посмотрел эту программу, предусматривается, что будут трудоустраивать 70% от выкинутых. Ну, а 30% видимо, как-то все-таки должны сами. Ну, что-то сами должны сделать. Что же такое за еждевенчество? Все на плечи государства. Вот они сами должны, как-то видимо, определиться. Помощь на правительство. Значит, у них все это запланировано. При том, что будут работать по 10 часов. Ну, и можно долго рассказывать, что они делают, и будут жаловаться, и скатесосуждать, и гром метать. Ну, вот, как показывают расчеты, как показывают расчеты, если при повышении производительности труда рабочие не добиваются сокращения рабочего дня, то, естественно, весь эффект переводится во что? В сокращение рабочих, да, и увеличение прибыли. И я вот специально для наглядности подготовил некоторые условные примеры. Но, Сергей Александрович, я вас попрошу, у вас настолько хорошие данные, которые просится уже вот в это дело не условно, а безусловно. Ну, так, чтобы проиллюстрировать. Товарищи, передайте, пожалуйста. Вот, посмотрите на эти вещи. Наши синим покажут, что будет, если рабочие безучастные или пассивные набросят об использовании продуктов получения производительности труда. Вот это, по сути, то, о чем говорил Саварич горбушки на своих примерах, на конкретных примерах. Но только мы ведь понимаем, что раз людей выкинули, то может даже чуть-чуть оптимистично, что заработок сохранилось, а они могут сократить. Наши люди испуганы, они потерпели поражение, значит, они боятся, что завтра окажутся на улице, поэтому еще тут. И что будет, если рабочие добились сокращения рабочего дня до 6 часов. Вот в таблице я могу просто назвать цифры тогда, просчетом показывать, что если условный пример для тех, кто не видит перед глазами эту картинку, производительность повысилась на 30%, если мы с 8 часов до 6 часов сократили рабочий день, то, значит, рабочий день сократился на 25%, тогда работодатель оказывается перед необходимостью принимать дополнительных работников, если ничего другое не меняется, значит, было 100 работников, а надо 117, по условиям нашего примера. Итак, занятость возрастет на 17%, то есть чистость работников средняя зарплата вырастет на 6,8%, а прибыль на 6,3%. Товарищ, разве это не социальное партнерство? Вот на сколько зарплата выросла, настолько и прибыль. Ну, кто скажет, что это не социальное партнерство? Ну, прямо милое дело. А почему же капиталист не идет на такое милое дело? А потому что, если он идет по первому варианту, когда выкидывает рабочих на улицу и не выпущает зарплату, то его прибыль 43%, как вы думаете, вот 43% и 6% это разница или нет для него? Разница. Так может ли он сам вот своими руками можно сказать отдать свою прибыль и внедрить в 6-часовый рабочий день? Нет. Давайте не будем на имя. Ну, кто же так будет терять свою прибыль? Это означает, что за 6-часовый рабочий день надо бороться. То есть, вот мы хотим, мы убеждаем, мы убеждаем себя, говорим предпринимателю, что это совместимо, но когда смотришь на эти цифры, вот там материальное доказательство того, что 6-часовый рабочий день требует борьбы со стороны рабочего класса. Другим путем это неосуществимо, по крайней мере, в массовом порядке. Ну, еще раз говорю, что здесь уже у нас все время линия проходит одна, что не надо ждать, когда кто-то ведет законом. Законом не ведут. Значит, надо, так сказать, осуществлять забастовочную борьбу в виде сокращения рабочего дня до 6-часового зачем это еще надо? А зачем надо, когда вы бастуете, легко очень собрать людей и предупредить увольнение? Потому что всегда, значит, в будущем, да, технический прогресс используется для увольнения. Так вот, вы когда бастуете, вас не уволят. Или легко, может быть, восстановить товарищей увольных. Потому что сейчас какая картина? Внедели новую технику, выкинули людей, все ходят, плачут. Ну, а раньше, помните, вот, сказать, забастовка в Баку была, в 1904 году, так там за восстановление увольных товарищей выступали. Всегда забастовщики бились за восстановление увольных товарищей тоже. Так только и можно восстановить забастовочной борьбой. Поэтому, если вы все время бастуете, вы тогда постоянно готовы к тому, чтобы отбить атаке работают на вашу занятие с этой стороны. Потому что, когда вас уволят, а вы не бастуете, то это уже считаете, что все. Поэтому мысль такая, что надо действовать с упреждением. Когда привезут новый станок, его внедрят, а вы еще ничего не сделали, не организовались, не приставали, не заключили коллективный договор, считайте, что одного из ваших товарищей выкинули на улицу. И как бы вот не хотели, но вы пока еще ничего не можете сделать, здесь не организовались. Поэтому, чтобы не выкидывали на улицу, вот с сегодняшнего дня это работа на перспективу. Поэтому, пока вот такую работу не проделают товарищи рабочие, не организуются, не будут вести забастовку в виде сокращения рабочего дня до 6 часов, не будут все время находиться в таком забастовочном состоянии. Гарантии от того, что научно-технический прогресс не будет использоваться для того, чтобы выкидывать рабочих на улицу и понижать их зарплату и увеличивать рабочее время оставшихся, такой гарантии нет. Вот это надо понимать. И выбор такой суровый. Вот борьба очень суровая, рискованная, мы всегда знаем. Но если у вас не будет этой борьбы, ну тогда следующий будете вы. Или ваш товарищ, ну и до вас в очередь дойдет. Вот ведь как стоит вопрос объективно в условиях классовой борьбы, в условиях научно-технического прогресса. То есть это надо осознать. Ну и в этом смысле никто же не хочет отказаться на улице и остаться без средств существования. ну хочешь не хочешь, значит надо включаться в эту организованную борьбу. Я думаю, что вот здесь участвующие вот по этому пути как раз идут. Да, включиться в эту борьбу непросто, но к этому дело идет, и оно к этому делу обязательно придет. Значит, мы говорим о том, что делать в условиях развития капитализма и развития производительных сил, а есть еще и деградации. Вот 90-е годы у нас это были годы сплошной деградации и там все время говорили. Ну зачем мы будем бастовать, мы еще и так не работаем. Ну им это всегда отвечали. Если вы не бастуете, то вы, так сказать, вы не работаете, потому что так хочет хозяин. А если вы бастуете, это вы остановили по собственной воле. Это уже совсем другой поворот в дело. И вот те, кто бастовал на рабочих предприятиях, те предприятия и спасли. Вот о чем говорил Владимир Михайлович. А те, кто говорил, ну зачем бастовать, мы и так не работаем. Ну, тех давно уж предприятий нет. Да и людей тоже многих нет. Потому что другое предприятие найти не так было просто. То есть, короче говоря, вот с тем же газом у нас была какая-то картина. Это лет 20 назад было. Вот приходят на работу первые смены, а тогда он был благочисленный. Наверное, тысяч 30 человек. А им говорят, а сегодня работы нет. Вот им было, наверное, интересно работникам узнать. А почему нет работы? И как это? И как? Кто будет обеспечивать? Они развернулись и ушли. И что сейчас с газом? Ну, я не знаю, 15 тысяч есть, а было тогда 1080. Потому что, если один раз ты ушел, поэтому Владимир Михайлович и правильно говорит, и вот товарищи из Ногинска, мы тоже хотим сказать, что ни в коем случае не ходить в предприятии. А что бы они могли сделать? Ну, там вставили охранники. Это бы хотеть сказать, что вот это вот то, что стоит на вахте, могли бы остановить 30 тысяч человек, а вот они 30 тысяч пришли бы и дальше бы сказали, господин Дерипаска, хотелось бы узнать, какова судьба газа? Это совсем другой поворот событий. И вот те, кто приходил и спрашивал, мы же помним, сказать, вот в Ленинградской области тоже было ело, Пикалево, вот они не уходили из предприятия. Поэтому правильный совет. Другое дело, что, ну, возможно, поздно, но, возможно, но другого-то пути нет. то есть, вот тогда вот о вас и говорят. Ну, у них как заноза. И очень хорошо, и не выдвинут эту занозу. У нас мало очень. Мало. Потому что некоторые люди считают, что надо уйти, раз, предприятие закрыто. Ну, все. Какого начальства представляло такую информацию, что 200 человек устроено официально? Конечно. Там нет столько. Это раз. Во-вторых, найдутся и штрихбрейхеры, конечно, в этой борьбе. Тоже борьба. Но, тем не менее, ваши стратегии правильные, предприятия не оставлять. А что сделал предприниматель, на самом деле? Вот нас, что значит, он оставил, ушел и оставил вас без работы? Он тем самым нашел локаут. То есть это прекращение работы по инициативе работодателя. У нас запрещено законом. Между прочим, вот что он сделал. Поэтому не только там собственник, несобственник, вы это рассматриваете как локаут, как противоправные действия против работников. Вот так нам даже повернуть. Объяснений нет, просто нам не объяснить. Да это вам никто не должен объяснять. А что вам объяснять это? И так ясно? Вы что, не знаете, что это локаут? Вы должны назвать перед одной информацией. И возмутиться этому обстоятельству. Это не то, что, знаете так, что собственник хочет, он что, людей из танки все считает? То же самое, что металл, что я хочу, подвинул, я это тоже подвинул. Нет, это трудовые отношения. Совсем другие отношения. Поэтому он убил локаут. Это безобразие, это недопустимо, а это антикоституционно. Вот так вот, например. Вот повернуть. И вот, что вы сами чувствовали свою правоту, а не то, что он хочет закрыть предприятие, это его право. Нет у него такого права выкидывать людей на улицу всех разом. Нет такого права. Действительно, надо бороться. То есть вывод такой, что развивается ли производство, сгибается ли производство только коллективные действия работников. Причем, правильно говоря, заблагобременные. Потому что, когда уже все закрылось, уже трудно организовать. Уже людей упало настроение. Если, так сказать, эта борьба была активнее, наверное, бы не закрылась бы. Но люди не уволены. Ну, не уволены. Это уже числится. Ну, это все юридически, а по факту коллектив надо сохранить. Значит, вот это единственное спасение рабочего класса, и не только спасение, а путь развития рабочего класса. И вот российский комитет рабочих как раз этим и занимается. Организует тех, кто собирается развивать рабочий класс и тем самым развивать производство. Спасибо. Уважаемый человек, значит, меня еще одно. Я хочу отметить, что вот мне предоставили слово, это большое спасибо, но вы знаете, что у российского комитета рабочих есть очень значимый институт. Институт научных консультантов. Потому что надо как-то все это тоже обдумать научно и предварительно, и по ходу событий, да, и что-то помочь в составлении и постановлении. Я думаю, что никто, все товарищи понимают целесообразность необходимости такого института. Значит, вот мы себя хорошо чувствуем, консультанты, эта работа очень ответственная, вы же сами понимаете. Когда вот нас, по крайней мере, трое. А не всегда получается. Я напоминаю, что консультантами российского комитета рабочих является, это они утверждались, российский комитет рабочих. Михаил Васильевич Попов, всем известный наш товарищ, к сожалению, не может приезжать, но он вот только что прислал нам свои замечания на проект постановления. То есть, он свою роль выполняет. Точно так же, Александр Сергеевич Казенов, он консультант, но здесь его нет. Но он свою работу выполняет, потому что он тоже следит за этим и высказывает свои пожелания. Олег Анатольевич Мазер, доктор экономических наук, который часто бывает, но вот в этот раз не был. На сегодня, значит, присутствуют в качестве консультанта я и Денис Борисович Дегтярев, кандидат медицинских наук. Вы знаете, что лучше Дегтярева по науке не объяснит вот, так сказать, проблему условий труда, по науке, я имею в виду, никто. Он специалист в этой области. Я бы просил еще включить в число консультантов, тоже очень знающего человека, который имеет большой опыт общения, в том числе и с рабочими и занимается изучением положения рабочего класса и решением его проблем. Кирилл Валерьевич Юркова, кандидата наук, который, еще раз говорю, ведет большую работу в Красном университете, ему задают вопросы, он на них хорошо отвечает. И я вот рекомендую как человек, который будет очень полезен для работы в российском импетенте рабочих. Сергей Александрович, если можно, поставить на голосование кандидата. Да, товарищи, прошу... Кирилл Валерьевич, может быть, встанете, может, не сила знает еще. Прошу голосовать за включение товарища Юркова. Сергей Александрович, я-то что, я тут внес предложение, а что вы решаете, товарищи. Я по поводу товарища Юркова хотел высказать. Я в прошлом году закончил Красный университет. Товарищ диктирует Денис Борисович и Юрков Кирилл Валерьевич, они являются преподавателем Красного университета и являются теоретиками марксизма, справедливо, можно сказать. Денис Борисович нас постоянно опекает здесь, вот, теоретически. И в этом мы остро нуждаемся. Кирилл Валерьевич, он, что очень важно в университете, Красный университет преподает диалектику. И почему это важно, важность диалектики здесь? Потому что диалектика дает возможность систематизации и видеть всеобщее. И вот мы в этом смысле, вот, если, как бы сказать, взять, ну, не оформленное, не вдаваться в формы, то это основная задача, чему мы здесь учимся. То есть, учиться видеть всеобщее. Вот. И не, как бы сказать, разбрасываться в разные стороны, а именно концентрироваться вот на нашей общей задаче. И это и есть то, о чем Владимир Ильич говорил, что без диалектики невозможно устоять под накидом реакции лжи. И вот Кирилл Валерьевич, он нас, безусловно, в этом, мы не просто, как бы сказать, он приходит, мы просто в нем нуждаемся, нуждаемся здесь, вот действительно, потому что он как диалектик, вот, нас сможет вот, как бы, раскорректировать, потому что, вот, я еще раз хочу сказать, что вот это то, что нам необходимо, необходимо, еще раз вот скажу, что Владимир Ильич вот говорил, что без диалектики невозможно устоять под натиском реакции лжи, и мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. Спасибо. Короче, предлагаю включить в состав консультантов Российского комитета рабочих Юркова Гирилла Олеговича. Кто за? Кто против? То есть державшиеся? Единогласно Юрский Ильич теперь один из консультантов Российского комитета рабочих. Игорь Иславович, хотели еще выступить? Прошите, я расскажу о своей борьбе за коллективный договор, о новой стадии своей борьбы. итак, в медицине сложилась такая ситуация, что сейчас... Можно производить труда? Закончить. Производить труда? Можно закончить? Я понимаю. Нет, если ты сюда сошли, то они остановятся. Ну, дело в том, что я говорю, Вячеславович, уезжай скоро, поэтому я предлагаю дать ему... Скоро сказали. Нескоро? Ну, нет, значит, нет. Вечером. В медицине сложилась такая же ситуация, как во всей стране. Дело в том, чтобы вы понимали, почему в медицине такой швах. Все очень просто, от мелочи зависит. Сейчас полная власть у главных врачей. Главные врачи находятся как на ренте в своих лечебных учреждениях, и для них главное полностью сократить все расходы на зарплаты, на спецодежду, на оборудование, все остальное. И у них там полная власть в этом отношении. И в конце они вполне законно, в конце года все сэкономленные деньги пускают себе и своим близким, подчиненным на зарплаты. Поэтому такая система им все равно до того, как обслуживается население, как оказывается именно медицинская помощь. И вот единственное, что может препятствовать им коллективные действия. То есть, видите, у них даже такая парадоксальная ситуация. То есть, даже если у них недофинансирование идет учреждение, они не могут сказать, у нас мало денег, потому что придет комиссия и скажет, а что ты себе зарплату такую по 500 тысяч в месяц написал, денег у тебя нету. Поэтому они сидят, молчат, и да, недофинансирование это одно, но вот такая система. Поэтому единственное, что может как-то поменять ситуацию, это коллективные действия, это развитие профсоюзного движения. И вот мой профсоюз действий, в котором я состою, стал в этом году общероссийский. Потребность растет, мы множимся. Соответственно, встает вопрос о коллективных действиях за коллективный договор. Итак, мы, моя ячейка первичная, профсоюзная, это городская поликлиника номер 52 города Санкт-Петербурга, Выборгского района, написала коллективный договор и стала бороться за него. Но дело в том, что времени было мало, пришло время перезаключать договор, ну и там плюс администрация очень хорошо подсуетилась. Они так обставили дело, что, в принципе, мне не удалось и нашей ячейке первичной собрать большинство, большинство коллектива, и вот это дело у нас провалилось. И администрация протащила именно свой коллективный договор. То есть, я сейчас нахожусь на той, мы сейчас, первичная наша ячейка находится на той ступени, когда, типа, все провалилось, ничего сделать нельзя. Но это в действительности не так. По закону, по Трудовому кодексу Российской Федерации вносить изменения в коллективный договор мы можем в любое время, буквально на следующий день после того, как вот этот договор приняли. Что же случилось после коллективного договора, этого принятого, принятого коллективного договора? Все поняли, что их очередной раз обманули, просто обманули. То есть, срезали дополнительный отпуск по завредности. То есть, например, смертность среди медицинских работников на 40% больше до 50 лет, чем в других категориях. Представляете, да? Насколько для нас важен вот этот вот дополнительный отдых. Никто не понимает, как начисляются стимулирующие, потому что это не... Ну, понимаете, да? Мы вам вот там подкинули какие-то, как распределили, что распределили, непонятно. Ну, основные оборудования, например, электрокардиографы у нас там уже по 10 лет. То есть, для скорой помощи электрокардиографы одно из самых основных моментов. И вот они у нас по 10 лет. Это они работают у нас, эти электрокардиографы, 24 часа в сутки. Не 8 часов, а 24. То есть, это можно смело умножить эти 10 лет на 3. Вот это вот, как бы, сколько уже эти кардиографы проходили. И вот, что же предпринимает сейчас именно моя первичная профсоюзная ячейка? Сейчас мы написали просто изменения в коллективный договор. Вот сейчас мы написали вот эти изменения, там получилось не особо много пунктов, но это не принципиально. Мы просто взяли самое основное, вот как раз основное, это открытость распределения стимулирующих денег, это вернуть нам отпуск за вредность. Ну, вот самое основное. И вот с этим мы сейчас снова проходим ту же самую процедуру. То есть, мы сейчас обойдем весь коллектив, плюс у нас появилось, это вот мне как раз порекомендовали консультанты российского комитета рабочих, порекомендовали следующую вещь. Понимаете, поликлиника это такая, у нас, во-первых, несколько, по-моему, то ли 4, то ли 5 поликлиник, ну, там по всяким местам раскиданы, плюс скорая помощь, много отдельных подразделений, плюс работаем утро, вечер и суточно, то есть, всех сразу не собрать. Поэтому мне предложили такой вариант. у меня написан протокол, протокол с одинаковой повесткой. То есть, мы активом приходим в соответствующее подразделение, в одно, пусть там 5 человек всего, без разницы, проводим собрание по одной и той же повестке, что принимаем эти изменения, и чтобы представлял профсоюз действий на коллективных договорах именно весь коллектив. Они подписываются, ну и кто хочет, вступает тут же в наш профсоюз. Раз одна повестка, раз один вопрос, потом эти все повестки суммируются, ну вот у нас будет там порядка 20-30 собраний, сейчас пока не могу сказать, сколько это будет. Потом эти все повестки суммируются, подсчитываются голоса, и если там будет больше половины коллектива, то мы имеем право, соответственно, выходить на переговоры с администрацией поликлиники. То есть чувствуете, да, вроде бы проиграли, но не проиграли. Вот это вот получается позиция администрации, когда она выкинула, то есть в процессе того, как наша ячейка боролась, мы предлагали, у нас, например, было предложение, 219 предложений, мы их, их не рассматривали, их просто выкинули. Просто выкинули, сказали, там ничего нереально, 219 нереально. Все поняли, что с нами не разговаривают, и все раздражены, и надеемся, что вот сейчас вот этот новый виток борьбы за свои залучения прав, как раз приведет к тому, что мы соберем это большинство, потому что все уже наелись вот этой администрацией, все понимают, что бестолку с ними разговаривать, что там деньги перевешивают, все, не смотрят ни на что, ни на условия труда, ни на население, которому ухудшается, да, наказание медицинской помощи. Поэтому вот такой вот положительный опыт, который складывается из отрицательного, если кому-то интересно, я, как председатель инициативного комитета первичных профсоюзных организаций и фабрично-заводских комитетов, именно от фонда рабочей академии, всегда доступен, Бобинов Григорий единственный, допустим, ВКонтакте, других таких словосочетаний нет, соответственно, пишите мне, буду высылать от инициативного комитета все эти бумаги, все эти протоколы, как они выглядят в электронном виде, чтобы вы это все исправляли на месте и, ну, и как бы работали под себя. Плюс с фонда, ну, именно консультанты помогли разработать такую бумагу, ну, это мы условно называем доверенность, но это не доверенность, чтобы человек, если он не хочет вступать в профсоюз, но в то же время собирается поддержать в борьбе за улучшение своих прав, пишет именно такую бумагу, что основываясь на статье 30 Трудового кодекса, что он делегирует свои, ну, свой голос именно при отставивании прав, ну, и такая вот форма интересная составлена, это вот для тех, кто уж совсем боится, но хочет поучаствовать. Так что пишите мне, буду высылать вам в электронном виде, чтобы вы там могли это все переправить, ну, именно под свои предприятия. все, спасибо большое. Да, товарищи, у нас до обеда нам нужно успеть принять за основу проект постановления по первому вопросу. можно все-таки выставить по производительности труда. Да, 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 по производительности труда и записать его. Чтобы нам это успеть сделать, еще один-два выступающих, пожалуйста. Лапшин Анатолий Никонорович, представляю Ивановское объединение, областное объединение правосоюзов, входящее в ФНПР. Когда-то, давным-давно, когда я был слесарем-монтажником, это было в 62-м и далее годах, значит, на коллективных договорах было написано следующее. «Производительность труда самое главное, самое важное для победы нового общественного строя». И стояли, значит, кто это сказал? Владимир Вич Ленин. Если тут вчера мы вели разговоры, сегодня у него... Если мы хотим, чтобы у нас был новый общественный строй, мы этими вопросами должны серьезно озадумываться. Серьезно задумываться. И вот тогда, когда я был еще молодой, у меня были идеи разные, и тогда я участвовал в рационализации. В рационализации. Сегодня вот докладчик о всем говорил, но только не говорил о том, должны ли рабочие участвовать в рационализации изобретательства. Я вас лично знаю заслуженных изобретателей российских, ну, РСФСР еще, рабочих, которые, значит, имеют соответственные изобретения, патенты и так далее. Они, может, не занимаются политикой, как, извините, не строят политическую партию, не строят какие-то профсоюзы, действия, бездействия, но они вот этими делами занимались в рамках повышения образования из труда. Некоторые, некоторые были, значит, членами научно-технического общества. Научно-технические общества были по трослям. Если там у нас, значит, это самое, пример, машины-строители, машины-строители, текстильщики-текстильщики, строители-строители, и стоит вопрос, должны ли мы сегодня говорить о том, что рабочие еще должны заниматься и входить не только в профсоюзы, но и должны ли мы возрождать вот это всероссийское общество изобретателей, рационизаторы, должны ли мы говорить о том, что у нас должны быть научно-технические общества, если мы говорим о повышении производительства труда. Если мы начинаем только говорить, что нам нужно строить партии, новые профсоюзы открывать, новые коллективные договора, значит, умные делать, то это, извините, может имеет отношение к здесь труда, потому что в коллективных договорах вот того периода, старого периода, о которых я начинаю говорить, 60-х годах, когда я тоже был профсоюзным активистом, меня в 21 год избрали председателем постройкома, тогда у нас в коллективном договоре было приложение специальное, грубо говоря, по научно-техническому прогрессу, и что-то там, значит, кто-то чего-то, кто поддерживал, кто не поддерживал какие-то мысли, потому что у рабочего класса мысли всегда есть, как повышать произвольность труда, всегда есть, другое дело, у всего ли рабочего класса, или у тех людей, у которых, извините, творчество не в плане организационном, пойдете там на демонстрацию, пойдете там обоставать, а которые, значит, увлечены своим профессиональным делом, и этого из рабочего класса не вытравить никому, никому, все равно творчество будет, конечно, это может быть единицы, даже может быть мини-единицы, но они будут, я в последнее время, вот есть такой вот научный консультант у вас, я являюсь еще советником промышленно-строительного холдинга, значит, КСК, комбинат строительных конструкций Иванове, значит, я точно знаю, что строители имеют творческую мысль, обыкновенные бригадиры, обыкновенные рабочие, они, может, не состоят в политических партиях, может, не состоят в профсоюзах официальных, но они имеют творческую мысль, они ускоряют своими творческими мыслями возведение жилья, которое, ну, покупательная способность наших граждан все падает и падает, значит, и стоят, извините, пустующие, может быть, даже, так сказать, эти дома, но тем не менее, тем не менее, об этом вопросе, в вопросах производительности труда забывать нельзя, будет ли что-то отражено в рекомендации, которые сейчас озвучат, я думаю, нет, потому что, значит, это самое просто выпадает, может быть, только потому, что среди докладчиков и других людей, которые здесь докладывали, нет людей с творческими мыслями, это может быть обидно, это может, я говорю, обидно, вот Владимир Михайлович сказал вчера о американском, он немножко обиделся, но тем не менее, ВАИРы и НТО были при профсоюзах в советское время, и товарищ Ленин это дело всегда пошлял, спасибо за внимание, Денис Борисович, хотели выступить? Я напоминаю, что тема у нас не просто повышение производительности труда, производительность труда растет, как мы видим по факту, об использовании производительности труда, повышении производительности труда в целях работников. Дегтярев Денис Борисович, кандидат медицинских наук, Горо-Санкт-Петербург, заведующий отделением госпиталя ветеранов войн. К чему приводит внедрение рационализационных предложений рабочих при капитализме, Андрей Анатольевич сегодня прекрасно проиллюстрировал. Использование приспособления увеличило производительность труда, выпуск продукции и привело к снижению расценок в полтора раза сразу. То есть нельзя вот так вот взять бездумно внедрять сейчас вот эти предложения. Их нужно внедрять, нужно подавать эти предложения. Но когда это можно сделать? Если есть профсоюз, если есть коллективный договор, в котором прописано, что будет происходить, что должна делать администрация при внедрении вот этих распредложений. это касается и вознаграждения того, кто это придумал, это и касается влияния, что не должны срезать расценки, пускай закращают то же самое рабочее время. Если вы стали выпускать за то же время полтора раза больше продукции, это повод для сокращения рабочего времени, а не для того, чтобы уменьшать заработную плату. Поэтому, когда мы говорим о том, что нужно повышать производительность труда, в том числе используя рационализаторские предложения рабочих, мы говорим о том, что внедрение этих предложений должно идти на пользу, а не во вред рабочим. И сделать это можно только путем профсоюзной борьбы. Хотел сделать одну ремарку по отношению высопления товарища Бобинова. Могло сложиться впечатление, что у нас главные злодеи в российском здравоохранении это главные врачи, которые как короли сидят на мешке с деньгами и не дают их никому ни на заработную плату, ни пациентам бедным. На самом деле проблема откроется гораздо глубже. У нас имеется колоссальное недофинансирование всей сферы здравоохранения. Процент, который выделяется из бюджета страны на нужное здравоохранение, он уничтожен по сравнению с бюджетом развитых капиталистических стран. В ценах 2012 года эта разница составляла допустим с Германией в 10 раз на душу населения. В 10 раз меньше это в долларовом эквиваленте при стоимости рубля на 2012 год. Сегодня естественно эта разница стала еще больше. Но кроме того, эти деньги, которые выделяются в недостаточном объеме, они еще и неэффективно тратятся. И показатели здоровья населения в России меньше, чем должны были быть при даже тех скромных затратах, которые из бюджета, тех средствах, из бюджета выделяются. И третий момент это наличие прокладки между бюджетом фактически и медицинскими учреждениями в виде так называемой страховой медицины. Ни для кого не секрет, что на самом деле истинное страховое обеспечение относится только к работающим гражданам. работающие граждане, за которых работодатель перечисляет налог соответствующий. Все остальные категории граждан получают деньги непосредственно из бюджета. Бюджет никакого отношения к страхованию медицинскому это не имеет. Но у нас одноканальное финансирование. Все эти средства бюджетные проходят через фильтр страховых компаний и там же они прекрасно оседают. Кроме того, страховые компании еще активно под различными предлогами эти деньги у медицинских учреждений забирают обратно. Это один момент. Следующий момент. Медицинское учреждение действует в рамках планового задания государственное. Есть определенная сумма денег, которую можно получить из территориального фонда медицинского страхования в течение года. А дальше главный врач решает при помощи своего штата на что он может это потратить. На лекарства, на ремонт здания, на закупку оборудования и так далее. Причем он должен распорядиться. Поэтому иногда возникает ситуация, когда либо надо платить зарплату, либо закупать медикаменты. Ни зарплату он не платить не может. Остается ограничивать закупку тех или иных медикаментов. Я бы не стал мазать всех главных врачей черной краской. Понятно, что заработная плата у них выше, чем у рядового работника здравоохранения. Хотя этот уровень тоже не беспредельно повышается. Он привязан к среднему заработку его подчиненных. Чем выше, он не может быть больше, чем в 10 раз. Соответственно, задача главного врача, если он хочет повысить себе заработную плату, он должен повышать зарплату своим подчиненным. И говорить о том, что все они занимаются тем, что только пили деньги из бюджета, это неправильно. Все равно, что говорит, что все врачи скорой помощи это взяточники, которые за деньги возят пациентов в облюбованное медицинское учреждение. Мы же знаем, что это не так. Среди них много и честных, и порядочных людей. Таких большинство. Ну и возвращаясь к теме нашего вопроса, я бы хотел коснуться практического внедрения шестичасового рабочего дня. понятно, что сейчас мы действуем в рамках существующего трудового законодательства и в рамках 40-часовой рабочей недели в госучреждении пока сделать это невозможно. Но у меня, как у руководителя подразделений, есть возможность сокращать рабочую смену. рабочую смену. И в частности, я провел такой эксперимент, можно сказать, я стал сокращать до 6 часов. Но это не основное рабочее время, а работа по совместительству. К сожалению, от этого пока уйти не удается. И что оказалось, что люди, которым поставлена 6-часовая рабочая смена, они не склонны задерживаться больше на работе. дольше 6-ти часов. В 2-часа заканчивается рабочий день. И человек начинает по-другому планировать совершенно свое дальнейшее время. Он назначает себе какие-то мероприятия, то есть у него появляется реальная возможность это время освободившееся использовать для чего-то полезного для себя. И таким образом я пришел к выводу, что сокращение рабочего времени до 6-ти часов будет способствовать и дальнейшему сокращению и появлению стимула к борьбе за дальнейшее сокращение. В том числе и борьбе со сверхурочными. Потому что когда человек работает до вечера, грубо говоря, и дальше ему уже нечего, он не может ничего делать. В 5 часов он закончил работу, он готов еще задержаться. А вот если он закончил 2 часа работы, он уже не готов задерживаться. Более того, он работает более интенсивно для того, чтобы закончить работу в срок. Ну, интенсивность не всегда это плохо, потому что интенсивность иногда предполагает хорошие логистические решения, выброс пауз лишних, перекуров, ненужных разговоров и так далее. Четко, строго, по делу отработали и пошли домой. Поэтому надо пробовать, надо применять разные формы и нужно людям демонстрировать действительно преимущество сокращенного рабочего дня. Для меня, например, нет теперь вопроса, нужно ли сокращать рабочий день и чем же люди будут заниматься. Люди найдут, чем заняться и найдут и используют это время в том числе для своего свободного развития. Спасибо. Значит, товарищ, у нас есть постановление Российского комитета, проект постановления Российского комитета рабочих по первому вопросу. Я сейчас его зачитаю. Если мы принимаем его за основу, то запишем и затем значит если у кого-то будут какие-то правки изменения дополнения, то значит он сегодня подумает, напишет и все правки изменения дополнения должны передаваться в редакционную комиссию. Редакционная комиссия состоит из докладчиков, консультантов научных. Можете либо докладчика передавать, либо мне, либо научным консультантам. Сейчас у нас такая ситуация, что не все здесь живут, все по разным гостиницам. Поэтому если не удастся сегодня, кто-то не успеет, сегодня вечером кто-то напишет, то завтра с утра перед началом второго дня можно эти все доклады, все правки в редакционную комиссию внести, все будут рассмотрены. Значит, постановление Российского комитета рабочих проект о борьбе профсоюзов за использование повышения производительности труда для сокращения рабочего дня и обеспечения занятости. Российский комитет рабочих отмечает, что повышение производительности труда является закономерностью развития капитализма, которое проявляется и в России. Повышение производительности означает, что на единицу выпуска затрачивается меньше рабочего времени, чем раньше. Происходит экономия труда. Капиталисты стремятся использовать экономию труда для уменьшения численности работников в целях урезания фонда зарплаты и увеличения прибыли самыми высокими темпами. Оставшихся работников принуждают трудиться столько же времени, как и прежде, или даже больше, без повышения зарплаты. В масштабах страны это ведет с одной стороны к безработице, а с другой к удлинению рабочего времени и замораживанию зарплаты занятых. Работникам выгодно использовать экономию труда для сокращения рабочего дня, что позволяет избежать уменьшения численности занятых на предприятии или в организации. Опыт развития капитализма и расчеты ученых показывают, что сокращение рабочего дня до 6 часов при стабильной численности работников вполне совместимо с повышением заработной платы, увеличением массы и нормы прибыли. В современных условиях сокращение рабочего дня без понижения зарплаты основной путь обеспечивает занятость работников и предубеждать безработицу. В современных условиях сокращение рабочего дня без понижения зарплаты основной путь обеспечивает занятость работников и предупреждать безработицу. Для использования экономии труда в своих интересах работники организованные в профсоюзы должны вести целенаправленную активную борьбу в целях достижения успеха в ней Российский комитет рабочих рекомендует профсоюзным организациям следующее. Первое. Разрабатывать проекты коллективных договоров предусматривающие сокращение рабочего дня до 6 часов без понижения заработной платы работников и другие выгодные для работников меры. Второе. При несогласии работодателей на заключение таких коллективных договоров проводить трудовые споры используя право на забастовку. Третье. Осуществлять забастовки в форме сокращения времени ежедневной работы до 6 часов при использовании части высвобожденного времени для профсоюзных собраний, повышения квалификации, изучения техники безопасности и осуществления других мер в интересах работников. Добившись перехода к 6-часовому рабочему дню, рабочий класс откроет перспективу коренного улучшения своей жизни. Прошу голосовать за проект постановления. Кто за то, чтобы принять данный проект за основу? Кто против сдержавшихся единогласно? ПЕСНЯ ШАГАЙТЕ, ШАГАЙТЕ, ШАГАЙТЕ!